Все тренды и тенденции дизайна в 2017 году. Зачем учить все языки программирования? Нужно ли использовать CSS гриды? Погнали. Нужно ли использовать CSS? Погнали. Ты знаешь, нам иногда в редакцию приходят различные письма. И в этот раз нам пришел замечательный сайт cmsmagazine.ru Мы перед этим хотели сказать, какой подкаст. Кстати, да. Давай скажем. Сегодня, да, вы настроились на волну проекта YouWebDesign и подкаст «Суровый веб» выпуск 133 сейчас у нас в программе, в эфире. 11 июля за бортом 2017 года. Время 35 минут 12 уже. Господа, господинский господ. А что будет, знаешь, что? Тупое говно, такого говна. Как ты думаешь, будет ли такой чувак, как в американских фильмах, который где-нибудь застрянет на каком-нибудь судне, в море. И у него, кроме нашего подкаста, никакого не будет. И он будет как бы каждую неделю... Он обречен, на самом деле. Он будет слушать как бы каждую неделю наш... Ну, он будет постоянно слушать раз за разом, так скажем, наши подкасты. А, в смысле, у него просто волна. Не то, что один выпуск записанный. У него все наши выпуски. А, то есть у него подписка на наш подкаст будет. Да. Так. И он такой, блин, ну как бы нечего делать. Мне все равно еще 100 тысяч дней на судне, пока меня не спасут. Или на острове, условно. И он будет слушать наши все подкасты. И там ты говоришь, какая неделя, какое чё, сколько времени. Ему будет интересно. Он как бы с ума не сойдет. Ну да, да. В принципе. Возможно, если ты такой чувак, ставь лайк. А вообще, я напомню, что наш подкаст выходит в VR. И мы сегодня его опять на перегонки снимаем. Да. И вот первая тема с VR, которую нам прислали, опять же, в нашу дорогую редакцию. CMS-magazine.ru Вот этот сайт, тот самый сайт, о котором я уже раньше говорил. Может быть, кто-то слышал. Который мне рассылал на мыло. Короче, типа, лучшие 10 CMS. Лучшие 100 сайтов на 10 CMS за неделю. И от него никак не отписаться, кроме как написать им в дорогую редакцию, к ним, к админам. Отпишите меня, пожалуйста. Да. Вот, я просто добавил в спам и был рад. Так вот, и сейчас нам присылают, что зацените, чуваки. И зацените на CMS-magazine.ru. На вот этом сайте, который как бы вещает на весь мир и рассказывает про лучшие сайты, изготовленные на WordPress. Ну, не только на WordPress. На всех CMS. Здесь, да. Нам прислали именно листинг по WordPress. Но нам прислали по WordPress. И обращают внимание на первое место. Самое первое место, получается, на топовое первое место. Не то, которое вот рекламное. 100 АП. 100 Александров Петровичей. Вот, да. На первое место. Веб-мастерская храма с вправ Иоанна Кронштадтского. Я, на самом деле, пользуюсь служебным положением. Раз мы здесь про WordPress начали говорить, скажу, что смотрите видео с нашего WordPress-митапа номер 3, которое на канале уже находится. Уже два видео лежат на канале. И я думаю, где-то, ну, в пятницу, может быть, в четверг появится третий заключительный доклад. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Лайк, share and subscribe. Вот. Открываем веб-мастерскую храма. А кто такой свыправ? Святой православный, видимо. Точно, точно. Или святой правитель. Так вот, данная веб-мастерская храма святого права, святого православного Иоанна Кронштадтского, она находится по адресу studio.hamburg-hram.de на немецком. Да, но он реально находится в Гамбурге. И людей называют не иначе, как профессионалов в области дизайна, программирования, фотоискусства, переводов и полиграфии. И мы, если перейдем на их сайт, кстати, он почему-то редиректит на vidanov.com. George Studio. Это, ну, как бы, видимо, уже там подмяли. Vidanov Media. Vidanov Digital, простите. Заметь, у них действительно очень хай-течно сделано, как минимум, портфолио, которое мы здесь наблюдаем. Здесь все какое-то стильненькое. У них даже вот на фоне буков Hamburg Church Studio, там зациклен видосик. Ну, или, ну, вряд ли это гифка, это, скорее всего, это реально видос, можно проинспектировать элемент. Но суть в том, что он даже и не лагает. Он вообще плавный, супер плавный. Супер. И мы можем посмотреть, какие же сайты конкретно сделала данная вебмастерская. Да, это видео, просто тупо HTML5 видео. И просто MP4 запускается на автоплее, и все. Например, давай перейдем на какой-нибудь, давай на наших коллег перейдем. Вот в этом портфолио есть наши коллеги под названием Radio Vera. Они же почти что пишут подкаст. Плохой выбор, у них не адаптивный сайт. В отличие, например, от журнала FOMA. Хорошо, давай журнал FOMA, это тоже почти что наши коллеги, они как бы СМИ, мы почти СМИ. А они уже стопудовые СМИ, судя по тому, что у них вверху православные таинства и обряды можно прочитать. Согласись, что FOMA.ru очень, я не хочу здесь сказать слово, очень кошерный домен, хочу сказать, очень хороший домен, согласись? Да, потому что он никак не кошерный, он прям, как же это, скоромный. Да, FOMA.ru, то есть это выкупленный такой классный, я тебе скажу, доменчик. Ну да, мы посмотрели характеристики домена через набор инструментов, прям вот хотелось бы таким обладать, овладеть им. Здесь в стиле ленты сделана менюшка слева, навигация слева такая, полностью фиксированная. И контент, который вот так вот скроллится внизу. И журнал FOMA, это такой журнал действительно о православии, который выходит, его можно заказать, выписать. И вот для него сайт сделала отличная веб-студия, и ты посмотри, он действительно адаптивный. Что характерно, во-первых, он адаптивный, во-вторых, он, простите меня за мой французский, он хай-течный. Хай-течный, ты считаешь, можно здесь применять слово? То есть даже когда при адаптивности ты передвигаешь эти кусочки, эти вот постики, они по-понтовому перепрыгивают туда-сюда. Все картинки идеально подобраны, то есть они прям, они высокого качества, они высокого качества, не в смысле даже только фотографий, а в смысле того, как они подходят к самому контенту. То есть, знаешь, я хочу сказать просто, что такие сайты на WordPress, это уже какой-то другой уровень такого, знаешь, уже американского интертеймента, я бы скажу. То есть это качественные сайты на WordPress, качественные блоги. То есть докажи же, докешь, что для такого сайта не нужен какой-то супер, я не знаю, супер своя кастомная CMS, здесь можно взять и использовать WordPress. Да, стопудово можно, я просто сейчас захожу к ним в магазин lavka.foma.ru Ну-ка. И пытаюсь понять, там-то у них что, и там у них какой-то WA CMS, то есть там у них не WooCommerce, например. А как ты зашел на лавку? Просто слева в их меню нажал магазин. Как-то малоконверсионно. Видимо, они не очень хотят, чтобы покупали их журнал. Да слушай, там в самом, на самом foma.ru есть у них где-то третья ссылка, интернет-магазин Фомы. Гигантский такой баннер, книги, подарки, сувениры. Свет Христов можно, например, купить в боксе. А можно купить... Это тоже ведет на лавку. Можно купить настольные игры, православная игротека. Просто, понимаешь, колонизаторы в православном обертке. Блин, здесь знаешь, что есть? Здесь рождество, настольная познавательная игра, рождество, стандарт. Christmas. Если переводить на немецкий. Поражает воображение. Я просто хотел... У меня есть такой сниппет, называется Vapolizer. Почти что у тебя есть Vapolizer, Саня. Блин, был бы у меня Vapolizer, все было бы вообще по-другому. Так вот, Vapolizer перестал почему-то работать. Я хотел узнать, на чем у них именно сделан магазин. Для меня это просто принципиальный вопрос. И я просто пытаюсь... Вот у них есть на Vapolizer.com или как-то так анализаторы. Я могу просто вставить туда ссылку, и он мне скажет, какие технологии используются на сайтецком. И он обычно ловит все WordPress, и вот это все он понимает. Ты пока забей. Я просто хочу рассказать про то, что мы до того, как вот это все смотреть, мы посмотрели стоимости данных сайтов, которые изготавливаются. И вообще, даже не то, что стоимости, их, во-первых, рейтинги типа Tits в Яндексе и так далее. И это все солидные сайты, я вам скажу. Они уже... По сколько там баксов Fama стоил? Ну, типа... Какие-то сотни тысяч долларов, типа. Ну, это имеется в виду не заказано за столько сайт? Нет, да. Это примерно стоимость домена, если бы он продавался по каким-то определенным характеристикам, которые там проверяются. Количество ссылок, переходов, посещаемости и так далее. Посещаемость у Fama.ru, надо вам сказать, чуть-чуть побольше, чем у Uweb Design, на какие-то крохи, но тем не менее. А вот, кстати говоря, один из самых популярных сайтов, которые они сделали. Я последнее, что я хочу про Fama.ru сказать. Вот, например, вопрос номера. Ценю, но не люблю. Уважаю, но не люблю. Вы хотите ли замуж? Письмо в редакции от Елены. Я хочу выйти замуж по Божьей воле, но как ее понять? Так. Так, я просто перешел на сингл и потерял. А, вот. Я хочу быть уверенным, что именно с этим человеком должна прожить свою жизнь, но полной уверенности у меня нет. Так. Может быть, потому что я вообще, в принципе, боюсь кардинальных перемен. Угу. Может ли из таких отношений вырасти настоящая любовь? Можно ли на такой основе построить крепкую семью? И не пожалею ли я по тому, что в моей жизни так и не было яркого чувства? Елена. Хочет проверить, Елена, как бы, работает ли поговорка «стерпится-слюбится». Как ты думаешь, это может быть Елена Беркл, например? Я думаю, та уже проверила все поговорки, которые были. Но самое главное другое. Вот эта вот картиночка, где девушка склонила свою голову у косяка дверного. Так. С приятным таким теплым освещением. Это на заставке фрагмент фото «Lorean Russian Flickr». Окей. Окей. Ну, да, то есть я и хотел сказать, что качество картинок, которые здесь, здесь все очень круто сделано. Вот в плане контента. К сожалению, комментариев нет. Я вот еще больше меня в этом сайте бы восхитило только наличие живого комьюнити и общения под каждым постом. Как, например, у нас на сайте. Вот да, хотя бы так. То есть в чем-то мы все-таки смогли переплюнуть Fomu.ru. Хотя вот у них здесь баннеров по поводу того «поддержите нас», гигантские количества сумм разных и так далее, прям очень много. Но ясно, надо сказать, что комментарии у нас примерно такие же. То есть вот, например, Елена спрашивала, и у нас, например, какой-нибудь фронтендер спрашивала. Задают подобные вопросы. Получится ли у меня привыкнуть к этой технологии, которую я избрал вместе со своей командой? Или лучше прямо сейчас переписать все на реакте? Елена. Елена, да. Какой ты еще хотел сайт у них показать? Давай один из самых их крутых. То есть, сейчас я скажу какой. Портал «Православие и мир» зайдем. Но действительно, вот это то, чем может гордиться любая студия. То есть, если у вас сделан сайт типа «Православие и мира», то я думаю, что вы крутой чувак. 100-120 тысяч людей в день приходят туда. Как мы с тобой понимаем, это примерно как на «Oper.ru», на сайт от Гоблина. Да. К сожалению, в Аполайзер что-то как-то сдался. На странице паломничества и миссионерства решили как-то не анализировать дальше сайт. Пусть останется для меня тайной, на чем они сделали магазин «Правмир». Хорошо, да. «Правмир», ну, это такие своего рода госуслуги для православных. Или как это назвать, это даже я не знаю. Это своего рода «Мейл.ру» для православных. Вот так. Здесь все. Ну, кроме, собственно, почтового, так сказать, портала. Ну, а если проводя аналоги с «Oper.ru», то именно вот тем самым «Гоблином», «Опером Пучковым» является батареарх Кирилл, получается. Он здесь главный. Прямо как Дмитрий на своем сайте. Да. Ну, вот такая вот у нас первая тема. Можно только восхититься, да, веб-студии. Нет, это просто знаешь, о чем говорит? Это говорит о том... «Свуправ» Иоанна Кронштадтского. Да, что на CMS-магазине, по крайней мере, давай вот ограничимся этим каталогом, здесь видно, что на первом месте может оказаться не просто хипстерское какое-нибудь агентство, или какое-нибудь агентство типа Артемия Лебедева, уже профессиональное. Ну, имеется в виду уже такое, знаешь, закостенелое. А вот, например, вот такое, как веб-мастерская храма святого православного Иоанна Кронштадтского. Например, на 56-м месте в листинге компании, которая работает с WordPress, компания «Бобры». Россия-Тверь. Ну, это, я уверен, хипстерская. Я уверен, «Бобры». Улица Учительская, 39. Количество сотрудников, кстати, 8-15 у «Бобров». У СВПР Иоанна Кронштадтского 4-7. 4-7 человек занимаются вот этим досвидосом. Нам всем поучиться еще у них. Нам нужно их в подкаст просто пригласить. И да, потому что «Бобры», ну, у них тоже не дурно, на самом деле. Думаешь, пригласим? Нет, «Бобров» нет. Не нашего полета птица. А вот с вправ Иоанна Кронштадтского, я думаю, это уже можно рассматривать. Окей, ну, как пост закончится, так пригласим. Хорошо. Получается, мы сказали первую тему. Да. Мы говорим наш организационный момент теперь. Давай. Значит, организационный момент. У нас есть сайт uobesign.ru. Он, в принципе, достаточно привлекательный. Не так, конечно, как прошлый сайт, который мы рассматривали. Но, тем не менее, uobesign.ru. На нем есть для вас интерактив. Сбоку, в сайт-баре, справа, как только зайдете, можно оставлять темы. Energy Interactive. Да. Можно оставлять темы к следующему подкасту. Мы каждый подкаст развлекаем вас вашими же темами. И... зарегистрироваться на сайте uobesign.ru и оставлять комментарии, опять же, без проблем. Самое главное. uwebdesign. Ваше удобство у нас не на улице. Да. uobesign.ru. Слэш-донейт. Можете поддерживать нас, если вдруг вам нравятся наши темы, нравятся наши подкасты, нравятся ролики, которые мы выкладываем на канале. Либо вам не нравится качество звука на докладах с WordPress Meetup, и вы хотите нам занести денег на новые микрофоны. Да. uobesign.ru. Слэш-донейт. В том числе у нас есть канал в Телеграме. Канал, я подчеркиваю. Канал, да. У нас есть и группа, и канал в Телеграме. Мы сейчас говорим только о канале. Хотя и о группе тоже. Да, но группа – это там, где можно просто смотреть. Там можно тематическое общение устроить. Я вот так это называю. А, это чатик. Да, это чатик. Причем я ссылку на чатик сделал публичной. Просто на uobdesign.ru. About. Буд, как говорят канадцы. Так. Я тебя отвечу как англичанин. Fuck you. У нас нужно уже супергруп. И в супергруп можно избирательно банить, что хочешь делать. Назначать админов только на бан, только на мьют. Короче, никто теперь не пройдет. Нет, вы не сможете испортить нам наше неформальное общение. Да. С спамом. Ну, а не смотрите на то, что это мессенджер Телеграма. Здесь никакого уголовщины никакой. Никакого терроризма. Нет. Нет, 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 нет. Кстати, канал Телеграм, он классный. Подписывайтесь туда. Там все, что вы хотели знать про uobdesign. Но боялись спросить. Все прямо из-под капота. Все прямо из-под хвоста, из-под нашего. Да. Есть стикеры, в том числе. Стикеры, которые мы, кстати говоря, недавно раздавали у нас тут на конференции в Челябинске. Ну, так вот, стикеры uobdesign и uobdgames вы можете заказать в нашем паблике vk.com.uobdesign, если вы все еще про это не знаете. Так вот, узнаете. Да. Ну и все. Ну и все. Можно к дизайну переходить. Перейдем к дизайну. Новый Бибич. Новый Бибич, да. Я не помню, предложил нам кто-то это или я просто до этого дошел. По-моему, кто-то предложил. Но я, к сожалению, просрал предложку. Кстати, знаешь, что надо сказать? Что, что, знаешь, что. Мы в этот раз, вы нас так забомбили темами классными, что мы решили множество тем перенести на следующий раз. Ты хотел об этом вначале, да? Ну, какая разница? Это, в принципе, начало. Согласен, согласен, да. Вот. И, короче, мы многое перенесли, поэтому если вашей темой здесь не случилось вдруг... Это не значит, что она попала под решето, сито и диспенсер нашей редакции. Нет. Она еще, вполне возможно, попадет в следующий выпуск. А может быть и нет, если вы говно предложили. Да. От говна мы нет. Мы ограждаем наших подписчиков. Никакого говна. 133-й подкаст. Темы 35 штук предложили, если мне память не изменяет. Может, даже 36. И где-то 15 только были вообще рассмотрены. Остальные были просто перенесены. И ждите, ждите. Должно быть бомба. Кстати, на следующей неделе подкаста не будет. Да, то есть вы предлагаете очень много тем. И, скорее всего, мы будем еще разгребать и разгребать. Да, мы прям с лопатами будем стоять. Это же не проблема. Ты можешь вообще не брать сам никакие темы. Просто брать слушателей. Правильно? За грудки? Да. Попробуем. Ну и вот. И вот эта тема, короче, которая сейчас попала, она, возможно, тоже была предложена, но ты не помнишь, поэтому погнали. Но говно. Да, я не помню. Стопудово она была предложена. Потому что именно новый бабич. Там прям был комментарий. Ну и как же без нового бабича? Ну давай, может, найдем. Давай, я согласен. Ты пока ищи, я пока скажу. Просто мы, во-первых, бабич, заметьте, он уже пишет на adobi.com на блоге. Я нашел. Зулус 5 июля предложил в 13.40, сказал, ну какой же дизайн без бабича? Вот, это он предложил. Зулус, мы про тебя помним. Ну как помним? Мы про тебя, получается, не помним. Мы про тебя не помним. Но ты у нас прям здесь. Ну что, Бибич? Когда, говорит, большое, недостаточно большое. Прям вот такой заголовок у Бибича. Не стесняясь, он говорит о своих каких-то проблемах. Используем дизайн с hero image. Причем он сам здесь использует hero image. Так. Девочка в накидке. Которая не созрела. Да, она вообще не созрела. У нее две какие-то странные неравномерные косички. Одна сзади, одна спереди. Но она супер-умен, получается. Супер-герл. Да. Она супер-кид. Супер-кид. Так вот, суть в чем? Суть в том, что нас, Бибич, учат подбирать хорошие hero image. Как тебе, Никита, этот hero image? Отвечает ли он теме hero image? Я скажу да. Он отвечает, во-первых, слову hero, потому что здесь есть некий герой. Так. И здесь есть image. И не поспоришь. Так вот. Он нам пишет. Вот, когда пользователи попадают на страницы, нужно, чтобы вы их завлекли сразу. Они видят вот hero image весь сразу на раз. И это очень могущественный вообще инструмент, который надо использовать. А точнее даже, его не надо использовать во вред. Потому что плохой hero image, он не то чтобы нейтрально. Ну, плохой, плохой. Я дальше буду читать статью. Нет. Он может оттолкнуть ваших читателей. И просто они отвалятся от вас. Самое главное, что, естественно, статья написана в поддержку Adobe XD. То есть, Adobe Experience Design. Как и все последние статьи Бабича, даже на Smashing Magazine, там везде говорит, что статья написана при поддержке Adobe Experience Design. Ну, конкретно здесь это на блоге Adobe. Это, ну, логично. Но какого хрена Adobe Experience Design, инструмент для прототипирования, рекламируется в посте про hero image? Бабич, не ясно. Ты что-то хотел сказать? Да я бред придумал, если честно, что Бабич, он когда уже с женой засыпает вечером, и он такой, да все хорошо будет, дорогая, все хорошо. У нас же есть Adobe XD, если что. И хоп, и класс показывает, и у него зуб мигает. Так вот, первое. Должно релевантно быть ваше изображение к контенту. Вот, говорит, Ллойд Банк, а у вас здесь, это антипример у нас на картинке. Корзина с полотенцами и написано пространство. Да, там, конечно, написано, типа, вы можете взять у нас деньги в рост очень гибко. То есть, под любые нужды мы выдадим кредит, там, ссуду и так далее. Но ни хрена не понятно, причем есть корзинка, полотенце и банк. Где вот эти вот стоковые изображения пожимающих руки кистей? Не, ну, если это, допустим, какая-нибудь у них акция. Ну, неважно, она не очевидна для нас сейчас. И я сконфьюзен, я не буду этого скрывать. Я хочу только заметить для наших супердизайнеров, которые нас слушают. Мамкиных дизайнеров? Да. Так. Я замечаю, что у многих, может быть, это не американский банк, но у некоторых американских банков, вот они любят коней изображать. Вот как, например, банк, не Банков Америка, а Уэллс Фарга, в котором изображена повозка, такая, типа, в стиле ковбоев. Как Лоидс Банк здесь у них тоже. Ну, Лоидс Банк просто коня. У Уэллс Фарга там реально кибитка. Да. И я могу это объяснить. Это очень старый банк, очевидно. И они еще кибитками золото возили. Это естественно. Ну, а здесь, видимо, просто на этих конях эти ковбои отжимали золото. У Уэллс Фарга. Конечно. И так и образовался Лоидс Банк. Старина Лоид, большой Лоид, отжимал. Он был грозой всего юга. Ну, так вот. В отличие, говорит, это был антипример у Лоидс Банк. Ничего личного, только Бибич. А люнец Eyewear, то есть оптика от люнет, она намного лучше показывает Hero Imaging, о чем сайт. Сайт об оптике, а именно о крафтовых деревянных оправах. Вот, сразу телочка с крафтовой деревянной оправе. Ну, как бы это как дочка Джона Леннона, очень похожа. Не знал. Да я просто говорю, что похожа на Джона Леннона, по крайней мере. Не знал. Я ничего не знал. Так вот, и здесь ярко светит солнце, так что тебе самому хочется надеть солнцезащитные очки. Поэтому идеальное изображение. А девочку хочется? Я нет. Моя жена совершенствует, мне больше никого не хочется. Дальше идут Gorilla Pod Tripods. Gorilla Glass. Да, то есть штативы вот эти вот монструозные, отвратительные, которые у меня какие-то животные страхи и удовольствия. Ну, тебе кажется, что сейчас фотоаппарат убежит, правильно? Но, но, тем не менее, как пример того, что они продают штативы, которые подвержены любому говну и дерьму, Hero Image прекрасен. В стужу, в мороз, в воду. Везде можно использовать этот штатив на любой неровной поверхности, и он будет стоять, и ваша камера не будет трястись. Прекрасно. Slack, Slack, простите. У них Hero Image — это аж целое видосик о том, что у нас вот охренетительное приложение. Сразу, просто вот. Мне, знаешь, что я напомню? Я не знаю, как сейчас. Раньше на Brackets.io было примерно так же. На сайте редактора Brackets. Да. Я сейчас туда зашел, там так же. Кстати, версия 1.10 вышла, у меня 1.9. А я обновляю Brackets, чтобы ты понимал. Офигеть. То есть я именно микро-какие-то конфиги, типа ини-файлов, я их правлю не блокнотом, так сказать, не текст-эдитом, а Brackets, чтобы все кодировки нормально сохранились. Чё творишь, а? Вот да. Вот тут, да, так же ты заходишь, и сразу у тебя картиночка редактора. И сразу его киллер-фича inline.css, когда ты можешь внутри какого-то класса или, в смысле, diva или какого-то там любого другого контейнера нажать, по-моему, command-e, и у тебя откроется соответствующий стиль в другом файле, там, типа CSS, который подключен здесь. Ну, обзоры Brackets есть у нас на канале разных версий. Я уж не знаю, там, что изменялось в ближайшие, там, годы, которые мы уже не снимали на них обзоры, но тем не менее. Ну, если вы не знали про такой редактор, то можете запопробовать. Можете попробовать, я думаю, прям, это нормальный человеческий конкурент Atom, Visual Studio Code, Sublime Text, и... как там ещё-то хреновина называлось? Не вспомню, какое-то говно, а текст Wrangler для Mac, вот такой был. Ну, и вообще, я вижу по статье конкретно, что у Бибича здесь очень много примеров. Да, я думаю, мы ограничимся разбором примеров и всё. Но вообще, здесь есть чек-лист, чек-лист вопросов. Вопросы, на которые вы должны ответить, когда выбираете изображение. Визуализирует ли эта картинка целевое слово, Keyword, если вы эту страницу продвигаете по ключевому слову, разработка сайтов? Есть ли у вас там стоковое изображение девушки, которая держит красную папку, в которой, типа, будет ваш будущий сайт? Если нет, то вы ничего не продадите. Нет, нет, нет. Потому что все остальные 15 тысяч сайтов, где это изображение используется, они продают. Дальше, чётко ли оно говорит о месседже вашего сайта? Не завуалировано ли оно? Несмотря на то, что мы с Никитой очень любим вещи с двойным смыслом. С двойным дном? С двойным дном тем более. Какие-то картинки, над которыми нужно подумать. И потом, когда тебя осеняет, ты чувствуешь вот этот ага-момент, и тебе прям классно. Вот не стоит так делать на каких-то продающих всё-таки сайтах, потому что кто не поймёт, просто отвалится и всё. Ну, только если вы не продвигаете там своё какое-нибудь новое искусство. Ну да, но это другое, это уже искусство. Ну, здесь дальше есть другие вопросы, не буду их все зачитывать, просто это нудно. Почитайте. Да бибич бесит. Конечно, всё, переходим дальше. Следующее, делаем изображение центром всего. Centerpiece. Как centerpiece. Блин, да. Часы. Прям, он имеет в виду, что на самом изображении должно быть визуальная иерархия. Вот изображение вроде часы на фоне, но они настолько outstanding. Часы от фона, я пытаюсь делать не гейский, а английский, я учитываю пожелания прошлого выпуска. Окей. Outstanding. А я пытаюсь не говорить, как он был... Окей. Окей, окей. Так. Так. Так вот, эти часы, они реально выделяются на фоне картинки, поэтому они прям вот не оставляют никакого у тебя возможности сфокусировать своё зрение на чём-то другом, кроме этого циферблата. Опять же, для супер наших дизайнеров, вот этот логотип часов, кого тебе напоминает? Какой логотип чего? Какой компании? Вот какой-нибудь напоминает? Брейтлинг вот этот? Или Брайтлинг, если по-немецки читать? Ну, слушай, во-первых, Орёл немецкий мне напоминает. О, а, тебе этой компанией? С 41-го, 45-го? Да, да, вот эта вот компания, которая недолго просуществовала, но очень яркую след в истории оставила. А мне почему-то Бентли напоминает. Да, Бентли и Крайслер, вот эти крылышки, которые вокруг них, я не успел просто сказать. Окей. Третье. Выбирайте эмоционально привлекательные изображения, на которых люди улыбаются, счастливы они, они пьют Кока-Колу, например, они едят сладкую вату. То есть, они довольны жизнью, и всё у них хорошо. Не надо грустных людей, инвалидах туда ставить. Мне почему-то вспоминается, смотря вот на эти картинки, трейлер к Nintendo Switch, выходящий вот недавно приставке от Nintendo. Там вот этот трейлер показывает, как люди радуются, веселятся, играют в Nintendo. У них вечеринка на крыше, вот эта знаменитая американская вечеринка на крыше, где они выпивают и играют в Nintendo Switch. Хотя, казалось бы, им нужно, по идее, сосаться, сидеть. Именно так. Возможно, они в Nintendo Switch играют в Kiss Simulator. Ну, нихрена, они во всякой Зельду сраную играют, понимаешь? Да, потому что других игр нет на Nintendo, понимаю, да, понимаю. Окей. Третье. Нужно рендерить, как только возможно. То есть, вот именно это изображение, если человек заходит на сайт, и оно у него подгружается, всё, провал. Нет у вас больше посетителя. Поэтому вы замеряйте. Здесь микросниппет есть, даже без обёртки код, не выделяющийся ничем. Бибич не понимает, что код должен в рамочке какой-то быть, чтобы сразу привлекать внимание. Но поскольку это будут читать дизайнеры на Adobe.com, они всё же никак код не видели, им похрен. И всё. Короче, он здесь нам предлагает, какую функцию выполнять с помощью библиотечки, какой-то inline script timer, hero image. Ну, короче говоря, вы поняли меня. Проверяйте, как долго грузится картинка, делайте, чтобы она грузилась быстро. Пятый пункт. Только HD. Никаких заблюренных, зашикаленных изображений. Сразу это отталкивает. Сразу какая-то халтура чувствуется. Знаешь, откуда это? Вот, например. Так. В эпоху фишинговых сайтов ВК ещё, когда ВКонтакте всякие были. Ну. Но ВКонтакте на самом уже перешли на векторную графику. То есть логотип был векторный. И я уже с хорошего макбука, когда заходил, я видел ОВК. А на фишинговых сайтах всё ещё растровое говно. Я захожу, всё заблюрено, и я понимаю, это фишинговый сайт. А я захожу на фишинговый сайт. Ну так, чисто себя проверить. Вот. И да, поэтому обязательно HD. Шестое. Делайте адаптивные изображения, чтобы на телефоне у вас не хреновиного загружалось Full HD 4K Limited Pro, а всё-таки какая-то урезанная хреновина. Ну и здесь он нам предлагает какой-то инструмент Responsive Breakpoints Generator, который помогает нам сделать это адаптивное изображение, кропнуть именно те части, которые нам важны там на телефоне, на планшете. Бля, мне кажется, более того, может быть вообще Hero Image убрать на телефоне на хрен? Ну слушай, тогда у тебя PELPAS протеряется у страницы. Ты не поймёшь, что тебе хотят сказать. Вдруг у тебя Hero Image настолько киллер фичи, что без него всё и теряется. Хотя не нужно так делать, на самом деле, я с тобой соглашусь. Если у тебя только в изображении всё дело, такое у тебя и говно вместо товара. А товар должен сам говорить за себя, без изображения. Даже одно название, например, GorillaPod. GoPro. Вот, GoPro. Это прям идеальное название для продукта какого-то, который занимает хорошую профессиональную нишу. Седьмое. Нужно, чтобы выделялся call to action обязательно на фоне этого изображения. И, естественно, проверять надо классическим блюр-тестом. Заблюрить всё дерьмо. И что это значит? Это даже, во-первых, для слепых чуваков. А, во-вторых, если ты как бы сканируешь, так сказать, страницу взглядом беглым, то у тебя всё равно должна выделяться эта кнопка. Вот можно проверить. Здесь он говорит... Кстати, блюр есть в Adobe XD. Мать твою, блюр везде есть, мать. Вот просто я... Я уж прямо разозлился. В Photoshop тоже есть блюр. Почему именно Adobe XD? Слишком притянутая за уши реклама. Ну, как бы, почему бы и нет, но слишком притянутая за уши. Бобичу проплатили просто. Да. Восьмое. Дизайном контраст. То есть, если вдруг текст на фоне нашей картинки не виден, лёгенький оверлейчик однотонный на неё накиньте, и будет прям супер. Мне очень нравится вот этот фургончик. Да. Багровый, багряный. Брейкин-бэт какой-то. Как будто на Марсе ещё Брейкин-бэт происходит. Угу. Склик уже не очень нравится. Что-то голубое какое-то. Ой. Не видно ни хрена. А вот за багряным прям классно. Screams. Короче, всё гладенько должно быть и уходить в градиент. То есть, вот на Material Design он показывает, что есть некий градиент, который затемняет верхушечку для того, чтобы менюшечка лучше выглядела. Я понимаю. Да, идея. Это круто. Почему бы и нет? Есть... Да. Охренеть. Я хотел сказать, на CSS Tricks была статья о том, как такое сделать, и Бибич тоже на неё даёт ссылку. Офигеть. У дураков мысли сходятся. Да. Show Real People. Ну, это классика. Не используйте стоковое изображение. Лучше отфоткайте реально бабку, которая у вас на кассе стоит. Это будет честнее. И люди просто вам поверят и больше будут вас любить. Ты имеешь в виду, если вы, например, делаете сайт для эротического массажа, то лучше сделать не стоковые фотографии, а ресурсы. Лучше использовать реальных тёлок, да. Лучше пусть целлюлит подвисает с каждой стороны. Там уши с паниеля, спереди, сзади. Но хотя бы это будет честно. Ты придёшь, и у тебя не будет оторопи от того обманутые ожидания, какие у тебя были. Пусть будут те самые бабы. Согласен. Десятое. Попробуйте, говорит, иллюстрации, может быть. Вот как у Dropbox. То, что мы с тобой любим говорить сейчас, вот эти новые полуфлетовые иллюстрации, они классные, они здоровские, они с настроением, с эмоциями. И действительно, они иногда говорят лучше реальных hero-имиджев. Ну, вот по факту-то это имиджем и является. Просто, ну, не картинка, не фотография, а вот просто иллюстрации. Ну и конклужен. Делайте high-quality content, и будет у вас всё идент. Классно. Классно. Бабич, как обычно, радует своими постами. А мы переходим к следующей теме, которая называется первая темка. У меня здесь в слайке. Да. Ну, первая темка имеется в виду из Константином предложенных, который прокомментировал. Вы, говорит, просили темку про дизайн. И кидает нам. Тут собраны все тренды 2К17. И здесь действительно на shatterstock.com.me собраны классные, супер креативные тенденции в 2017 году, что является, собственно, нашей заглавной темой. Поэтому приготовьтесь. Shatterstock. Shatterstock оформляет супер круто свой пост. Прямо с такими анимациями. Вы сейчас увидите, кто это видит, а кто слышит, просто представьте. Возможно, даже услышат шум вентиляторов, которые закрутятся у меня на ноутбуке, чтобы это всё открыть. Будьте на шаг впереди конкурентов. Вооружившись инфографикой Shatterstock по креативным тенденциям и стилям, которые будут доминировать в 2017 году. А мы здесь любим доминировать с Саней. Доминировать. Да. На основе данных в поисковых запросах вы сможете увидеть рост для определённых запросов в процентах за последний год. И вот смотри, глобальные тенденции. Зацени, зацени. По процентикам. Посмотри, какая здесь хреновина вращается вокруг смайлика с сердечками вместо глаз. Ну, не спиннер, не спиннер. Не тенденция, не тренд. Какие-то бешеные 428, 482, простите, процента. За текстурный белый. Я перехожу на этот текстурный белый и смотрю. Смотрю. Такой эффект создаёт ощущение трёхмерного изображения. Может быть резким и едва заметным, а может и отражать те узоры, которые встречаются в природе. И вот такую хреновину мне предлагали строители сделать на стенах налепить. Это называется декор. Это называется, сейчас я тебе скажу, типа фигурное штукатурирование. Да, но я вам скажу, я не хочу никого обидеть, но мне кажется, это какой-то about 90-е стиль. Они ещё, знаешь, что хотят? Покрасить его в какой-нибудь, знаешь, золотой. Ну да, да, в коралловый красили обычно. Это причём по нормам санпина такое. То есть, такую проще протереть. А это дерьмо будет пылиться из-за того, что много неровных поверхностей. Конечно, это дерьмо будет сильно. Её проще протереть, чем обои, например, рифлёные. Но да, если у тебя проблемы с рифлёностями, то не стоит. Другие, давай ещё одну отсюда же посмотрим. Не хочешь срать, не мучай жопу хочется просто, опять же, к классике. Да, например, смайлики. Вот заценим смайлики. Ну, это понятная тенденция и действительно подтверждаю. Ставший универсальным языком международного общения. Здесь несколько изображений смайликов есть. Можете заценить. Это да, это всё фигня. Давай пойдём к следующему пункту. Тенденции в культуре. Мы, как общество, не можем не задумываться о прошлом, настоящем и будущем, пытаясь добиться равновесия между ностальгией, согревающей нас, когда мы вспоминаем прошлое с одной стороны, энтузиазмом и неопределённостью при мыслях о будущем с другой. И вот здесь прошлое. Как бы ностальгия по прошлому, фотографии, как обычно, мечей световых, как мы знаем. Найтсейбер, да. Да, тех самых, которые... Помнишь, помнишь, Чубак? Remember? Да, помнишь? Фотографии старых телевизоров, ещё ламповых. Да, кинескопных таких. Это что, реклама? Restaurant Food and Drinks? Я, честно говоря, нет, это не реклама. Мне кажется, это... Или это реклама? Хреново. Как-то прям... Хреново. Настоящее. Здесь вот это символ руки. И здесь вот эта вот рефлексия плюс 140%. Какие-то это тренды. Я не знаю даже, как вам объяснить, какие это тренды. Здесь просто всё на ощущениях. Если вы это видите, вы как бы ощущаете, что здесь это вот действительно тенденции сейчас такие. Лёгкости какой-то. Слушай, вот там, где в будущем вопросов не остаётся вообще. Реально такие тренды. Кибербезопасность. Виртуальная реальность. Хотя виртуальная реальность уже, мне кажется, сходит на нет. Но только благодаря нашему подкасту она жива. Потому что он выходит в VR. Сетевая беспечность. Здесь как бы люди едут и такие беспечно едут на машине, но, видимо, они также по сети передвигаются. Сетевая беспечность. Вот. Давай пойдём дальше в следующую тенденцию. Тенденции в дизайне. Тенденции, которые сформировались в дизайне в этом году, прямо противоположны друг другу. Строгая точность высоких технологий противостоит небрежной красоте природы. Здесь мы видим... Про дизайн природы у нас будет ещё аксессор. Это, собственно, у тебя и будет. Да. Здесь мы видим вот природу, которая вот как лепестки вращается. Здесь всё спиннеры. И технологии, которые именно геометрически правильные, тоже вращаются как спиннер. Можно переходить, читать дополнительно, но мы это не будем делать. Тенденции в визуальной сфере по всему миру. На основе данных о запросах при поиске изображений мы подготовили для вас данные о стремительно набирающих популярность тенденциях по всему миру. И зацени. Это типа Америка? Ну да. В каждой стране какие новые, так сказать, тренды, загоны? Например... В Америке халапеньо. Например, в Канаде чистая энергия. И здесь везде солнечные батареи изображены. Это казалось бы. Почему именно там? В Америке... Почему их там прямо закоптило? В Китае такое должно быть? Там у них всё углём топят до сих пор. В Америке халапеньо, видимо, из-за того, что Трамп победил, у них жопа пригорела, как от халапеньо. Бомбанул, да, пукан. Далее. В Южной Америке воздушные шары в Мексике конкретно. Да? Такое лёгенькое, воздушное всё. Далее, далее. Что здесь в Африке у нас? Бразилия, девушки вперёд. Бразилия, девушки вперёд. У них, видимо, наступила эра феминизма. Здесь такие загорелые, так скажем, негроидные женщины присутствуют. Я не знаю, это расизм сейчас был или нет. Но вот дальше ниже. Ну, как раз это называется. Вот. Архитектура в Аргентине. В Аргентине, мне кажется, всегда были вот такие вот какие-то связанные с искусством вещи. Вот архитектура, например, замечательная. Вот. Что здесь ещё? Давай. А есть какой-то другой, более цивилизованный материк? Например, Россия. Вправо, если ты сделаешь, есть Россия. Я даже жму. И в России здесь, походу, один только тренд. Хохлёма. Кружева. Кружева. Возможно. Мы-то и не знаем. Но сейчас тренд на кружевные трусы в России. Их, напоминаю, запретить хотели. Помнишь? Что-то была тема, что запрещают кружевные трусы, потому что из-за них там не дышат органы половые. Я помню, в Польше узоры из еды. А почему на... Во Франции, Средневековье, это там где-то порики. На Украине почему нет никаких трендов? На Украине? На Украине. Возможно, что-то между кружевами и узорами из еды. То есть узоры из чего? Из кружевной еды. Не знаю. С сала? Не знаю. Надо дальше двигаться. Хорошо, согласен. Тенденции в видео. Тенденции в видео. Ну просто, что... Блин, ну просто тенденции в видео. Я не знаю, что сказать. Ну здесь роботы ходят. Это Славя Абрамова, нашему любимому подписчику. Здесь классно. Здесь то, что везде с видосами играется. Даже в том же самом Инстаграме. Бумеранг. Вот эта вся хрена. Тенденции в музыке. Настроение отлично уживается с энергией фоновой музыки. Даже фоновая музыка есть. Классненько. Зацените. Чип-хоп. Чил-хоп. Чил-хоп какой-то, да. Атмосферная музыка. Энергичная музыка. Тенденции в социальных сетях. Ну-ка, какие? Самые популярные изображения здесь представлены. Рефлексия. Мужик сидит, один скучает. Видимо, рыбачит или писает в воду. Брызги цвета такие классные. Это все еще к писящему музыку. На самом деле, на самом деле. Просто, просто можете на шаттерсток зайти и вдохновиться. Здесь так классно все сделано. На эмоциях. Да, естественно, сконвертировано все на то, что ты на шаттерстоке будешь покупать стоковое дерьмо по тенденциям. Да, да. Слишком как-то я размазал, если честно, эту тему по нашему подкасту. По холосту подкаста. Поэтому пойдем дальше. Атом прокомментировал. Атом прокомментировал. Следующая тема, третья из дизайна. И последняя из него же. Говорит, по трендам в дизайне не новое, но пока что только такое. И в прошлом подкасте, я помню, мы с тобой, как два глупыша, несмышленыша, говорили, а что-то как-то не видно новых трендов и тенденций в новом 2017. Я не помню, это в прошлом было. Я помню, что мы недавно как раз жаловались на то, что остановился дизайн развития. Да. Нам как бы накидали, видимо, возможно, прям под троллингу. И, короче, Атом такой накидывает, зацените, и на Behance, на Behance, если у вас, так скажем, берегитесь, если у вас плохое соединение с интернетом, например, Dial-Up, ADSL, модем, то не переходите. Здесь очень до хрена картинок под катом, не под катом, а просто. Да, да, не без ката, просто. Они, конечно, прогрессив, лейзи лод полный. Они сразу все не загружаются, только по мере скроллинга. Да, но здесь охренеть сколько. Давайте просто посмотрим 7 из них, например. Давай, 7, счастливое число. Во-первых, флэт дизайн, semi-флэт дизайн. Полуплоский дизайн. Действительно, ну, это можно назвать трендом 2017-го, хотя это, по-моему, в 2016-м он уже преобладал. Да, Dropbox уже такой был, по-моему, в 2016-м. Cinemagraphs я хочу, я хочу остановиться на этом. Cinemagraphs это такие изображения видео, как бы застывшая картинка, на которой движется что-то, вот какая-то одна деталь. Я такие видел, и очень классно выглядит. Прямо поражает воображение. Cinemagraphs это называется. Давай посмотрим еще что-нибудь. Animations, например. Это четвертый пункт. Animations. Здесь просто красивая анимация. Вообще, вот, скиньте нам ссылку про Cinemagraphs, я вернусь на полшага назад. Где это используется-то? Ну, видимо, допустим, на Hero Image. Ну, понятно, я имею в виду реальные ссылки, я не видел. Я догадываюсь применение, я могу смоделировать много мест, куда это можно всунуть. Но, а где это реально всовывают, хотелось бы посмотреть. А восьмой пункт, например, параллакс и скроллинг, это суперстарье. Я считаю. Нельзя назвать... Innovative Parallax and Scrolling. Ну, можно ко всему написать Innovative. Да. Понимаешь, к любому можно написать Innovative и будет Innovative. Ну, я согласен, что еще когда только зарождался параллакс, он местами был поинновационнее, чем вот эта телка с брызгами цвета от чувака, который сцит на пандой. Короче говоря, вот я скроллю по пути, да, и здесь каждая тенденция, это что-то Innovative, то, что уже было, но Innovative. Каждая, абсолютно. Вот я не вижу здесь абсолютно ничего нового. Но это к нашему с тобой как раз обсуждению, что остановилось все. Вот Mobile Browsing Responsive Design, ну что, это тренд с 17-го года, что ли? Да, как в песне Сплина «Мое сердце остановилось». Вот да, это тех же годов тренд, что и в песне Сплина «Мое сердце остановилось». Был какой-то ресурс такой, но не какой-то, я прямо сейчас помню, веб-дизайнер Wall назывался. Так. Он перешел вообще в полнейшую негодность, насколько я помню, когда-то давно. Хотя вот сейчас я смотрю, там в 17-м году типа какая-то новость была. Я прям, это достойно того, чтобы на него сейчас зайти. Почему? Потому что это первый адаптивный сайт, который я увидел. Ну да, это он, это он. И здесь на полной серьезе все еще происходят какие-то вещи в 2017-м году. А я помню, да, это… В какой-то момент он прекращал свое действие, вот я сейчас на пятую страницу пройду. Там, мне кажется, уже будет год 2011-й. То есть там они недавно возобновили свою деятельность. Там, по-моему, все такое было в постельных тонах, да? А, ну и сейчас там в постельных тонах. Ну да, там 15-й. Ну, короче говоря, вот это был первый сайт адаптивный, который я увидел. И было это реально в 2011-м. Поэтому… Причем надо говорить в постельных тонах, я быдлю. Да, да, в постельных – это другое. Это другие тона. В общем… Ты имеешь в виду, короче, тренды-то, они тянутся хрен с когда уже. Да, да. Creative, Neutral, Space and Grid. Что, сетки только сейчас шили, использовали? Ну, а тут еще креативные. Только сейчас креативно стали это использовать. То есть нет какого-то такого тренда, чтобы он поражал воображение, например, как если бы из метро, из вот этого туннеля метрошного вылезал большой член. Не, такое единицы только делают, самые креативные, самые инновационные. Да, так вот, ладно, пойдем дальше. Следующая тема, собственно, не тема, а продолжение. 18-й тренд – CEO is important. 2017-й, 2К17. Только сейчас. Может быть имеется в виду, что мобильное CEO, и на вы этих CEO? Нет, ни одного такого слова. Просто beautiful website without a good CEO will probably be left behind the pack. Хорошо, давай с тобой перейдем к следующей вот этой подтемке от Атома. Она, может быть, действительно нам раскроет какой-то новый подтрендик такой в 2017-м. На designmoja.ru у каких-то пацанов они пишут 6 июля, достаточно свежая новость, что волны и мягкие линии – это тренд. Сейчас новый. Слышишь, мягкая линия, я с дизайн-шекой их все-таки открою. Да, да, да. Я отдам должное Керри Казинс и ее оригиналу. Согласен, согласен. Это перевод, перевод у пацанов. Но они, ладно, они хоть постарались, потрудились перевести. Ну, ладно, им тоже можно чуть-чуть должного отдать. Волны и мягкие линии на некоторых сайтах присутствуют. Конкретно вот акценты дизайна, например, которые вот, например, ты смотришь на сайт, и на нем есть акценты, которые расставляются не просто фигурами геометрическими, типа прямоугольниками, какими-то треугольниками, да, а конкретно вот такими кляксами, такими мазками. Вот, и это тоже как мягкие линии. Можно сказать, что новый тренд. Можно ли сказать это? Можно. Я это стал замечать последний год. Вот я не могу, к сожалению, сейчас вспомнить конкретных примеров. Но знаешь, на каких-нибудь сайтах, типа выставок, сайт, типа вот awards, а, все вспомнил, 24ways есть такой сайт, который, так, да, 24ways.org. Блин, они ушли от клякс. У них там теперь просто какие-то лабиринты. Но у них было прямо по кляксам. Кругляшок какой-то небрежный. В этом кругляшке портрет. Сейчас это в ромбике сделано. То есть не волны, к сожалению. Но было, было у них в какой-то момент. Я просто, если честно, почему-то захотел зайти. Мне наверняка используют такое дерьмо. Вот есть супер популярный, короче, в Америке фестиваль EDC, электронной музыки. Вот я захотел зайти на EDC 2017. Че у них? По-любому у них должно быть все волнами. Вот я захожу, здесь есть Hero Image. Зайди на EDC. Просто напиши в гугле EDC 2017. Las Vegas.electricdaisy.com. Да. Или slash experience slash line up. Ну вот я прямо на нем сейчас, на лайнапе, да. Ага, так. И здесь есть, здесь все в таких цветах, конечно же, как надо прям. Как надо прям. Гейских. Блин, меня типографика здесь отвращает. Вот это вот большими буквами, вот эта хрень, это просто худшее. Разреженное такое, что я успеваю спотыкаться на каждой букве, пока до следующей дотянусь взглядом. Ну-ка, если мы зайдем просто на EDC. А, это и будет лайнап. А, нет, вот на Electric просто на... Зайди просто на Las Vegas.electricdaisy.com. Thank you, Headliners, мне говорят. Тут, короче, в натуре. До свидос. Super Hero Image. Возвращаясь к первой теме. Там колбас, расколбас полный. Ты прям хочешь сразу окунуться, побухать там, пожабать. Меня достаточно подлагивает, поэтому... Ты не хочешь окунуться? Неа. Тем более у них Corona Extra партнер. Так это, понимаешь, они Children of Bodom не приглашают, а Corona Extra партнер. А, Corona Extra у них партнер, да. Короче, я не знаю, зачем я сюда зашел. Капли у них нет. Похли. Капли нет. Но у самого вот этот Insomniac, который устраивают, у них даже логотип капельный. Если ты увидишь справа там. Да. Уже ушел, но да. Ну, насрать. Ты понял. Короче, господа, волны мягкие линии. Если мы будем дальше смотреть по дизайн-шеку, где от Carrie Cazins написала, там следующий пункт, это привлечение внимания. Это вот эта кнопка, которая сделана очень мягко так, которая конверсионная кнопка. Ну, я здесь ничего не вижу такого. Ну, как бы, окей, окей. Мне вот, как тебе захотелось на EDC зайти, мне захотелось зайти на сайт Крюэлла. Почему-то мне тоже показалось, что там будут капли, но нет. Нету, да, там? Ну, ладно, я тогда не буду заходить. Не заходи, не трать. Без понтовых, без капель. Иллюстрации с волнами. Камон, думали понравится кому-то еще. Да, иллюстрации с волнами, например, используются. То есть, вот эти все-таки волны и мягкие линии. Ну-ка, Uber, Uber. Мне кажется, у Uber подобные должны быть иллюстрации. Ну-ка, Uber. Вот, вот, да, волны. Там, конечно, вообще прямоугольники в основном, но волны. Но о прямоугольниках следующий пункт у Carrie Cazins. Баланс прямых линий. Ес. Uber, значит, все-таки. Uber подходит под это описание. Реально, реально. Вот. Просто Retrace Health, которая вот у нее в Wave Illustrations, они с Uber, по-моему, все слезали. Прям сквозит все. Разит Uber. Блин, у Uber очень такой прям, можно сказать, современный сайт. Молодцы, да. Ладно, Background Separation. И последнее. Создание вовлекающей анимации. Последний пункт. Background Separation. А, разделение фоновых изображений. Да, да, да. Ну, что здесь можно сказать? Вот эти вот косые футеры, косые хедеры, которые еще тоже в 2011 на CSS пытались сделать. Ну, как бы с помощью псевдоэлементов раньше делали, сейчас можно поинтереснее сделать. Вот тренд. Давно уже был тренд. Опять же. Ну, да. Я буду докапываться. Был плохим полицейским. Да, да. Ну, и та же самая вовлекающая анимация, тоже я считаю, что это было уже раньше. Но вот сама идея. Теперь инновационная. И креативная. Сама идея волн и мягких линий, я считаю, вот это можно выделить как тренд. Да, да. Ты прав. Ладно. Нашли. Докопались до истины, наконец. Докопались. В жопе прям ковырялись всю тему. Прям у Кэри Газинса. А мы идем к светским новостям. Давай. Хотя мы прям должны уже подходить к концу подкаста. А мы все еще только к светским новостям. Ну, давай. А мы быстро пробежим. Потому что, во-первых, это мой блог. Так. Во-вторых, он будет как блог сигарет. Мы его сейчас выкурим. Опа. И все. Первая тема. Что она называется? И просто одним словом, ФНС получила право блокировать анонимайзеры и VPN без суда и следствия. Новость от 3 июля, она свою актуальность довольно-таки потеряла. Уже 12-я. Но, видимо, не потеряла. Тем не менее. Короче говоря, те самые хреновины, которые помогают вам обходить блокировку сайта от Роскомнадзора. Так. Вот именно их ФНС хочет заблочить. Причем не хочет, а теперь получила право заблочить их без суда и следствия. То есть... Вот умы... Идет, идет и ФНС. Наткнулась на какое-нибудь VPN. На-нах, заблочил. Сразу схавал его, как динозавр. Да. Почему именно динозавр, не знаю, но да. Схавал, согласен. И я вам что хочу сказать. То есть, Дума еще не приняла закон полностью исключить анонимайзеры нахрен из России, выпнуть их под жопу. Так. Но ФНС может это делать... Знаешь, под каким предлогом? Под одним. ФНС может блокировать анонимайзеры, которые делают... Вам дают доступ к сайтам казино. Вот это полностью запрещено у нас в России вообще никак. Все. Сайты казино – говно. То есть, те самые... Если у вас проблемы с доступом, они у вас продлятся. Да, проблемы с доступом будут продолжаться, и ФНС может. Но любой анонимайзер, по идее, понимаешь, он не... Такого анонимайзера – спешл фо интернет-кассино. Да. Поэтому любой анонимайзер попадает под эти... Поэтому ФНС может заблокировать любое говно. Я не знаю, как мы дальше будем существовать, но тем не менее. Я не буду. Ты не будешь. Я разуплотнюсь просто после этого момента. Вскроюсь. Жизнь без Тор. Я буду писать вот эти посты слезные. Да. Как я удалил Тор и начал жить. Только просто... Видишь, они не смогут же весь Тор заблокировать, если он у меня уже... Они будут узлы блокировать. И просто все будет медленно, становится хреново. Вот, ну, в общем, жизни не будет вообще. Да, да. Следующая тема, она ностальгическая. Но я вам предлагаю долго не ностальгировать, а просто узнать этот прикол. Я его сам сегодня когда читал, узнал, охренел. Оказывается, тема, которая называется «Видики», которые в СССР не знали, Sony убила Бета Макс после 40 лет войны с ВИЧС. Оказывается, вот мы с тобой рассуждали про то, что есть такой... Это нам предложили на Ютьюбе, чтобы ты понимал. Да, нам это предложили в ответ к тому, что была война между Blu-ray форматом и, как он называется, HDDVD. HDDVD, да. Или мы в хэ не дуют. Ну вот да, они, конечно же, не дуют в хэ, но когда-то они сделали формат VHS. Те самые кассеты, которые мы смотрели с вами. А Sony, в противоположность, сделали Бета Макс. И Бета Макс, кстати говоря, Sony только недавно, 41 год спустя, подзакрыли выпуск вообще полностью. То есть одна линия где-то еще трудилась на заднем дворе у каких-нибудь Киасаки, Мацас, Мясьмя. Мацасаки, да. Но, но, скажу, почему VHS выиграла. Точнее, сначала скажу, почему Бета Макс был хорош. Бета Макс снимал в лучшем качестве. В смысле, Бета Макс просто были лучше. У них было качество пленки лучше, качество всего лучше. У них было, короче, просто, в общем, супер топовая хреновина, но на кассету можно записывать было всего один час. И именно в той гонке, в решающей, все люди хотели записывать фильмики, любительское порно и, короче говоря, всякая передача тупорылая своей. Поэтому они выбрали GVC-шный VHS. Но людям не было заметно глазу конкретно, именно глазу. Просто на видоке, на беспонтовом, на телике беспонтовом, не было заметно отличия между Бета Макс и VHS. Но зато длительность у VHS была больше, поэтому они выиграли в этой войне. Но Бета Макс выиграл в войне между чуваками, которые снимали классное видео на камеру среди профессионалов. Им не важно было. Они все равно записывали короткие видосы, какие-то монтировали, все равно резали. Поэтому им Бета Макс был круче. Они хотели снимать в более классном качестве, поэтому Бета Макс выиграл на камерах. Поэтому Sony камеры и делали охрененные, собственно, и делали. VHS, чтоб ты знал, рекорд 6 часов, кассета одна. Окей, да. А Бета Макс все-таки... Ну, потом Бета Макс научился делать больше, но они уже в тот момент проиграли, все. Ну да. Вот, поэтому, короче, до сих пор очень долгое время Бета Макс являлся вот таким любимым форматом у чуваков, которые снимали видосы. Вот, ну, до того, как все было в цифру переведено, естественно. Вот. Поэтому, короче говоря, Бета Макс все-таки жил. И, тем не менее, но у нас, как бы, VHS всегда... Мы привыкли к нему и смотрели его. И даже первый вот этот вот кассетник, который сделан, видеокассет... СССРовский какой-то видеокассетник, он под VHS сделан, по сути. Ну, это опять же... Ну, там было написано, что если бы он не победил в мире, то и в СССР бы он не победил. То есть, это не то, что у нас просто вот выбрали. Конечно, конечно. Это уже было в тот момент, когда было очевидно, кто как. Да. Ну вот, и тем не менее, вот недавно совсем Бета Макс подзакрыли совсем. Кстати говоря, до недавнего времени, хотя, может быть, все еще, на каких-то регистраторах в этих... В самолетах Бета Макс использовался, короче, вот в этих регистраторах в самолетах, видео. Короче, до свидос. До свидос. Я вообще про такое не слышал. Бета Макс охренеть. Это интересно. Это интересно. И последняя тема из светских новостей. Константин, опять же, который предложил. Говорит, полиция и МТС нашли способ взломать Телеграм. И очень простая, на самом деле, тема и новость. Телеграм, как мы помним, недавно, так сказать... Почему-то я вообще про это... Чуть-чуть подпрыгнулся. Чуть-чуть подпрыгнулся. Да. Но, как сказал Павел Дуров, мы ничего не даем господам из полиции, господам из ФСБ. Мы просто дали там определенные данные, но не ваши переписки. Угу. Вот. Но оказывается, оказывается... Знаешь, какой нашли способ? Он противозаконный, противоконституционный. Но если конкретно чувака... О, это конституция? Да. Если конкретно нашли чувака, ну, супертеррорист, видно, что он террорист, террорюга. Да? То, на крайние меры, можно, знаешь, как сделать? Полиция договорилась с МТСовцами. Что? МТСовцы делают дополнительную симку для полиции. Угу. Вот. И, значит, они как бы под этой дополнительной симкой, получается, клон симки террориста. Ага. И чуваки из полиции могут просто зайти в Телеграм, как бы под аккаунтом, по сути. Им тоже придет смс-ка. То есть, они просто могут зайти под аккаунтом Телеграма этого террориста и почитать его переписку. Кроме секретных чатов, те самые, которые есть в Телеграме, которые удаляются. То есть, если чувак использовал секретные чаты, то все уже, борода из ваты. Ну, очень тупо было бы быть террористом и не использовать секретные чаты. Но вдруг. Это первое. Но вдруг он где-то проболтается. Это такой террорист из фильма Гайя Рич. Вот, да. Но, тем не менее, вот такая возможность есть. И это при помощи операторов сотовой связи возможно. По крайней мере, МТС сейчас предоставляет, видимо, такую возможность уже для органов. Там дальше написано, что вообще-то по закону, по предписанию суда можно перехватывать смс-ка с кодом просто. И, ну, не ухищряться. Ну, просто в двухфакторке, кроме смс-ка с кодом. Да, в двухфакторке. Там еще пароль надо ввести. Да. И уже тебя не пустят. И вообще, мне вот, например, приходит не смс, а если у меня где-то телеграмм включен, он у меня всегда где-то это включит, мне туда приходит в апп. Да. Типа, чувак, хотят зайти в твой телеграмм с другого аппа. Ты разрешаешь, если дату, вот код. То есть, даже уже оператор не фигурирует. Поэтому какая-то достаточно старая информация. Но, тем не менее, вот здесь полицейские с какими-то суперстарыми ноутбуками очень эффектно на Hero Images смотрятся. Ну, они на Betamax все еще снимают, я думаю. Это точно. Это у нас закончилось. Да, заключительная тема из социальных новостей. И, собственно, я предлагаю сделать перерыв перед разработкой. Как ты считаешь? Или мы прямо сейчас окунемся в SmartApe? Не-не-не-не-не. Надо, во-первых, сделать перерыв. А, во-вторых, я просто хочу сказать, что Spock, son of Sarik, написал нам после этого про телеграмм что-то совсем жестко. Ой, жестяко. Прям вообще охренеть. Ладно, паузим. Не ведите себя хорошо в этот перерыв. Мур. Погнали. Уже запись идет? Уже запись идет. Знаете что? Знаете что? Вот вы говорите разработка мне, да? А я вам говорю, а как вы будете разрабатывать, если у вас нет хостинга? А вы мне говорите, ну как, как? Мы же возьмем и просто купим на SmartApe. А я говорю, а как вы купите на SmartApe? А вы мне говорите, youbedesign.ru slash SmartApe. Да, недавно был у меня экспириенс общения с одним из наших подписчиков. Так, по поводу About Hosting? Да, About Hosting. Я бы даже сказал со Славой. Пусть Слава останется неизвестным. Слава и Слава, мало ли Слав. Ну, с певицей Славой ты имеешь в виду. Естественно. Так вот. И он говорит, я вот хочу перейти по вашей ссылке и не понимаю, правильно я все делаю. Я перехожу по ссылке, а ссылка, она вот SmartApe.ru, вопросик Partner 2922. Так. И когда ты переходишь с ней на SmartApe и переходишь по другим сайтам, у тебя уже нет этого гет-запроса. И он говорит, а интересно, все еще там или нет? И я отвечаю вам всем смело. Да. Все еще. Если вы хотя бы один раз с гет-запросом Partner перешли, то все будет работать. Почему? Потому что вы можете зайти в свои куки и посмотреть, есть ли у вас там Partner ID. А он там есть. Истекает 12 июля, то есть ровно сутки хранится. Поэтому если вы сегодня перешли по ссылке, а завтра оплатили, лучше перейдите еще раз по ссылке. Ну, мы просто даже вас просим попробовать этот замечательный хостинг. Просим. Да. Снег, гур, смарт-тейп. Попробуйте обязательно. Очень доступный хостинг. Вы даже, может быть, удивитесь, насколько он доступный. Может быть, вы сходили на другие какие-то хостинги, посмотрели цены, а тут оп, и смарт-тейп. И в том числе, но кроме этого, такая охрененная, такой охрененный сервис доступно, что выделенный сервак, что обычный безлимитный хостинг. Все это есть на смарт-тейп. Поэтому просто попробуйте. Итак, давайте окунемся теперь в разработку. И у нас первая тема от тебя. «Фиксинг-бакс» у меня написано. Да. Я, опять же, у меня смутное сомнение, что кто-то нам ее предложил. Ну, я... Я почему-то, опять же... Я сомневаюсь, что такую тему ты сам выудил где-нибудь. Да. Вот я опять буду переходить в тему слушателей. Вот как я такой рассеянный-то в этот раз? Ну, с улицы бассейный. Прям вообще. Потому что я вот «фиксинг-бакс». Сейчас я буду искать мозг, тренды. Я просто помню, это было, это где-то было. Помню, это было, это где-то было. Что-нибудь там тот-то, что-то там тот-то. Может, и не было. Ну, не знаю. Я не могу сейчас найти. И теперь мне уже кажется, что и не было этого вовсе. Как-то, если честно, вот этот блог-спот... Все еще кто-то ведет на блоге. На гугловские блоги. Да, ведет и успешно ведет. Вкратце. Все у нас теперь вкратце. Потому что слишком долго у нас перерыв продлился для нас. Так. Был чувак в 80-е. И нет чувака. Вообще нет. Ты имеешь в виду? Как там было-то? Был, а стал говно. А, был человек, а стал говно. Вот здесь. Ну вот, тут чувак нам написал 3 июня, что я, говорит, помню еще свое детство в 80-е. У нас был компьютер Commodore 64, а у бати, говорит, моего был Commodore 128 для каких-то финансовых работ. Спойлер-спойлер, батя, говорит, у меня все еще использует его. Просто по прикольчику. Там работает программа, почему бы и нет. Работает, не трогай. Да, и он именно, он и говорит, he is in, if it ain't broke, don't fix it. Если не сломано, не чини. Но по-русски будет, работает, не трогай. И говорит, я вот вспомнил, что когда я работал на этом Commodore, я выписывал журнал Dossier Commodore. 17 выпуска всего вышло за все время, то есть я не знаю, насколько это там был ежедневный, ежемесячный. Ну, я думаю, что ежемесячный журнал. И там, говорит, кроме того, что писали там новости, так сказать, из мира Commodore и так далее, там прикладывали ресурсы. Вот вы, говорит, перепечатайте это, и у вас будет прога. Так. И, говорит, иногда были игры, вот в 17 выпуске, in particular, была игра Blind Ganger. Вау. Про слепого чувака. Потому что Ganger, это означалось goer. Не тот, кто gangbang устраивает, а тот, кто просто идет. Someone who goes. Надо было за слепого чувака ходить по каналке. И там иногда сливали каналку каждые там 5 минут, и надо было уворачиваться дерьма, и единственное, чего у тебя есть, это белая трость. Я не знаю, как именно построена была игра, но просто, во-первых, вот представь вообще масштаб. Ты берешь журнал и перепечатываешь из журнала с Урсы. Масштаб силен, я скажу тебе. Это просто досвидос. Это, говорит, самый сложный копипаст в моей жизни. Он тут шутит еще. То есть, как бы, сейчас-то он, видимо, адекватный чувак. Тогда-то он был неадекватный, судя по всему, если перепечатывал. Так вот, я, говорит, все перепечатал, а у меня баг был. У меня карта каналки была корявая. Там ашки, сишки, квадратики. Вместо того, чтобы нормально я видел, куда мне идти, нихрена не было видно и понятно. Я быстро вклюнюсь, быстро, секундочку. Конечно. Первый Far Cry вышел в 2004, а Xenous в 2005. Ну, значит, все-таки на него они не ориентировались. Потому что, судя по тому, как они долго правили баги, разрабатывали, они игру вообще лет 10. Поэтому тогда еще про Far Cry даже не было понятно. Но вообще, хотя, слушай, а может и ориентировались. Может, наоборот, они ее за год так смастерили. Потому что без... Чтобы ты вспоминал как, чтобы ты понимал, только чтобы ты вспоминал. Ты уже вклинился, я ничего не могу поделать. Было два издания. На трех CD и на одном DVD, по-моему. Помню, помню. И... У Xenous. Да, у Xenous. Не у Far Cry. Хотя у Far Cry можно, ну давай. И потом выходили патчи. И патчи весили дикие гигабайты. Еще DVD-шки. Да. И самое главное, я эти патчи скачивал, например, с игроманией. Я тоже. И их выкладывал. Да. Где бы их другие люди брали? Мне просто интересно. На Commodore-досье? Видимо. Перепечатывали коды патчей. Люди, я думаю, не понимают, откуда взялась эта тема. Но это мы в перерыве разговаривали про это. Да, мы просто... Мы с Никитой... Казалось бы. Почему? Но мы часто вспоминаем игру Xenous с точкой кипения. Великую. Великую. И она нам реально нравится. Мы даже когда в Америке в 2011 были, мы ее прошли по бреду. Да, великая была. Тогда мы еще не стримили. Надо было стримить. Мы тогда еще лихие были. Это было бы вообще прям крайне смотрибельно. Ну так вот. И я, говорит, баг, я не могу. Потом, говорит, они снабжали специальными программками, которые проверяют человек сам. Контрольные суммы. Вот сейчас очень часто выкладывают на каких-нибудь рубордах, упаси господи, или на торрентах, какие-нибудь программы типа там суперпиратская 1С-ка там условно. Ой-ой-ой. Фу. Да. И там в конце типа контрольная сумма этого релиза, MD5. И ты можешь ее проверить с тем, что ты скачал, чтобы понять, никто телевирусов не подсунул. Вау. Это вот на рутрекере это прям вот часто делают. Вот контрольная сумма, проверьте. Да, классика. Вот уже тогда это было. Кто не проверяет, интересно? Вот я никогда ни разу не проверяю. Я даже не знаю, чем проверять. Вот именно. А вот, видимо, стоит иногда. Но, видимо, если ты боишься за свою сохранность, и ты такой суперанонимный чувак, то ты, наверное, умеешь. Видимо, да. У тебя чек-сум, экзе, ярлычок прямо на рабочем столе. Так вот. Здесь тоже была проверка контрольных сумм, возможно. И, говорит, она не срабатывала. Поэтому очевидно, что опечатка была в журнале. Ну и long story short. Чувак сейчас вернулся в то время. Взял source, а теперь-то он программист. Он нашел багу и исправил ее. Ё-моё, ё-моё. И он здесь даже схематично нам рисует, на каком этапе. 64. Почему Commodore 64? 64 килобайта оперативки. Ну и 128, соответственно, в Commodore 128. Вот он здесь прямо пишет, какие ячейки памяти в оперативке. И как туда что неправильно записывалось. Как работали циклы. Outer loop, inner loop 1, inner loop 2. То есть, прям, он чуть не ассемблер нам здесь показывает. Это типа basic, что ли, он говорил. Типа basic с главными буквами B. Но по факту, да. Очень похоже на ассемблер. Мы двигаем тут ячейки памяти. Прям туды-суды. Так. И он увидел опечатку, на какой ячейке хранится. Поправил ее. И вот, говорит, у меня наконец-то нормальная каналка рисуется. Гений какой-то. Просто охренеть. Очень Пакмана напоминает игра, конечно. Да, да. Он прикладывает, естественно, здесь ссылки на страницы отсканированные. Оригинальную 1988 год версию игры. То, что он переписал в 2017. И чек сумм Тулзу тоже есть для D64 диск имидж. Короче, чувак прям вот ностальгернул. Охренеть. Вот чувак может такое закодить, но пишет на блог-споте. Это просто говорит о том, что, видимо, сайт, как факт, сайт не так важен, как контент. Согласись? Топудово. Ему комментят, в отличие от fomy.ru. Да, да, да. Че комментят-то вообще? Просто wow, super, motherfucker, sick. Ну, типа того. Very interesting. By the way, what software package is your father using for finances? Тут чувак написал, типа, finances. У меня батя все еще на 128-м охреначит. И тут чувак интересует. А ну че у тебя батя все еще охреначит на 128-м? Возможно, у него 128-й дома валяется. Ну, блин, блин, чем, как бы его применить? Блин. И вот, потому что там на аватарке уже лысеющий суперчувак в очках, враговое, правильно? Пластмассовое. Поэтому прям вот, да. Fun read вот такое. Wow, what incredible commitment to revising the imperfect past. Ну, короче говоря, восхищается чуваком. Это реально круто. Вот, настольгнул так настольгнул. Но с учетом того, что у него блог называется 0xa000, типа, по восьмеричному. Или по шестнадцатеричному, извините. Тут ашечка есть. Прям вот видно, что чувак-то задрот. Да. Следующая тема из разработки про докер. Фронтендер нам предложил. Вводная статья по докер. Просто понятный современ. В скобках переходить на эту платформу надо было еще позавчера. Докер, докер, докер. А фронтендер, напиши, сам-то ты перешел? И в какие именно приложения ты разворачиваешь из контейнеров? Короче, опять же, на перегонки. Докер — это контейнеры. Слезали они это из линукс-контейнеров. Была такая хреновина очень давно. Почему у вас есть необходимость в докере? Ну, говорит, представим. Вот вы новую ВПС-ку купили, вам надо развернуть все свое хреновое. Окей, вы такие умные, написали серию Shell скриптов, которые вы только запускаете, и у вас все поднимается. Окей. Но вдруг, говорит, на вашей ВПС-ке нету курла все еще установленного. Курла? Да. Вам надо сначала курл запустить, только потом Shell скрипты запустить. Допустим, вы такие крутые, и решили, что надо сначала в Shell скрипт добавить проверку. А если нет курла, установить курл. Но вы, говорит, все равно за этим хрен уследите. Но, допустим, вы уже на ВПС-ке все подняли. А теперь следующий вариант. У вас супер-мега-приложение захватывает мир. Вам надо на нескольких ВПС-ках в разных точках мира теперь это поднять. Вы начинаете поднимать своим старым Shell скриптом. Так. А там условная команда «подтяни PHP». И он берет и подтягивает не 5.6 PHP, а 7.1. Угу. И у тебя рушится, потому что ты говно написал под старый PHP, который не работает в новом. И от этого обрушения ты не можешь скейлиться очень быстро. Так. Придется как-то клонировать, именно писать. Вот только вот PHP 5.6 опять правит свой Shell скрипт. Угу. Все это как-то непродуктивно. В отличие от того, как бы было все в докере. Потому что в контейнер он запоминает именно namespace. То есть он может в рамках контейнера запомнить все версии, какие именно версии приложения используются. Угу. И что такое namespace? Ну это все равно, что scope в функциях. Если у нас в функции локально переопределена переменная A, то будет использоваться значение локальной переменной, про глобальную мы забудем. Так и здесь. Если в контейнере у нас есть условный Apache. Так. Старый, то он забудет про то, что на самой VPS-ке у нас новый Apache установлен и будет использовать только тот, который есть в контейнере. Это, если вкратце, здесь есть картинка того, что какие зависимости у кордовы. Ну-ка. То есть есть такой npm package. И вот чтобы установить кордову, она вон там зелененький кругляшок в центре, надо вот столько всего установить еще дополнительно. Поэтому, если хоть один из этих кругляшочков как-то обновится и не будет совместимости, все порушится. А вот докер нужен для того, чтобы именно тот контейнер восстановить из имиджа, который вот стопудово работает, и вот надо только его заскейлить. А потом вы уже попробуете оттестить, обновить все, и уже из нового контейнера развернуть все обновленное везде. Опять же, так же быстро, здорово и классно. Классно. Service-oriented architecture. Архитектура, которая отвечает за то, чтобы во всех контейнерах была своя хреновина. Ну, здесь классический пример. У вас есть Python Application, есть MongoDB Database, есть Elasticsearch, поисковый... Поисковый недвижок, как это называется-то? Ну, хотя нет движок, Search Engine, почему бы и нет. Поисковый движок, который все это индексирует, показывает Results, и Nginx Web Server. Вот вам четыре контейнера можно на каждую хреновину расположить, связать их между собой и разворачивать. Где-то надо только Nginx, развернули тот контейнер из имиджа и погнали. И все то же самое. Вот MongoDB, она же постоянно обновляется. Там уже черт ногу сломит 3.6 версии актуально, или даже 3.8, не помню точно. А у вас работает только на старый какой-нибудь, в новом поломалось, вы какой-нибудь API старый используете. Хотя там достаточно все обратно совместимо, но да ладно. Здесь есть рассказы о том, как все это работало еще в Linux контейнерах. А я уже сказал, что с них все слили, поэтому без какой-либо стыда я продолжаю вперед, что есть контейнеры, есть имиджи. Это список слоев, которые в контейнере. А каждый слой в контейнере – это та программа, которую мы установили, которая зависит от предыдущей. Четыре слоя условных может быть. NVM – Node Version Manager. Потом устанавливаем ноду NPM – это еще один слой. Устанавливаем Yarn из NPM – еще один слой. И дальше уже переменные. Переменные, которые работают в контексте установленного Yarn, NPM и NVM. Короче говоря, внутри контейнера все одно. Что мед, что говно. А в другом контейнере этого уже не будет. Ну и дальше есть статья о том, как все накатить. Не будем читать sudo apt-get install. Ну просто потому, что у вас же не Ubuntu, у вас же православный centos. И вам не подойдут все эти команды, и репозитории у вас будут чуть-чуть другие. Скажи мне, а вот можно с помощью вот этого introduction to Docker вообще полностью прям вгрызться в Docker, если вот я прям сейчас хочу, сразу накатить и... И попробовать, и пощупать. Но супер-мега-оптимизация, и вот это вот, чтобы ты это мог делать бегло, на кончиках пальцев, это, конечно, только с практики. А когда Docker станет просто для блондинка-френдли одну кнопку нажать? А зачем? Для блондинка-френдли будут менеджед хостинги, где она заходит и жмет, мне вот такое-то окружение. Чекбоксами его выделяет, а там под капотом уже хоп, Docker-контейнер формируется, и все. Вот этим же, вот этим супер-профессиональным. Да, да, вот и все. Блондинка-френдли он не будет никогда, потому что это бородатая хреновина. Да. Ты имеешь в виду вот этого китика надо было бородатым сделать? Ну слушай, да. Он и так улыбается, у него сверху контейнеры, потому что это контейнерная виртуализация. И да, бороду можно ему сделать, и будет прям актуально. Но вообще отличается от классических виртуальных машин именно распределением ресурсов. То есть для виртуальных машин у вас есть хостовая какая-то хреновина, допустим, в Mavari ESXi, и в рамках него у каждой машинки вы распределяете ресурсы на них физически. То есть там столько-то ядер отдайте сюда, столько-то туда и так далее. В докере это все делается на уровне все-таки хостовой операционки, Linux, Vindy или macOS, и там все ресурсы распределяются тупо по потреблению. Если вот этот контейнер отжирает, то да. Ну и кстати, вот ты говоришь вгрызться, вот нагрузку распределять, это уже advanced тема, это уже просто advanced, я бы даже сказал. Advanced это fuck you. Fuck you. Это advanced все-таки тема, и это уже нужно вгрызаться больше, чем в этой introductionary статье. Дальше твое. Frontender продолжает нам предлагать, и говорит, программист уровень бог, изучите все языки программирования. И тема на хабре... Одна из наших громких. Одна из наших громких, которая затрагивает такую тему, а нужно ли, и нужно ли знать все языки программирования. И небольшое такое вступление от чувака, который пишет. Кстати говоря, кстати говоря, эта статья написана неким инфопульсом Украина. Так вот, что же они пишут? А это перевод. Это перевод чувака, который, собственно, столкнулся с такой темой, когда еще был первокурсником. У него один был однокурсник, его на первом курсе, то есть 17-летний, 18-летний такой чувачочек, который говорит это, челлендж говорит, давай, говорит, просто мне скажи любой язык программирования, и я тебе напишу прогу на нем. Изи. Вот ты мне говоришь этот, язык программирования, а я тебе пишу. Он говорит, как? Нихрена себе, как это? Ну, давайте, допустим, brainfuck скажу тебе. Причем он даже не говорил именно brainfuck, а он говорил эзотерический язык. Всего есть пара команд, которые 2x2 симулируют машину тьюринга. Да, да. И тот чувак, говорит, понимал, что да, это brainfuck, и пишет на нем. Пишет на нем, и на любом языке он мог написать. Он, говорит, я восхищался тем чуваком, нихрена себе, в 17 лет мог написать почти на любом языке, ну, на любом языке программирования прогу. Сейчас, говорит, я уже, говорит, немного вырос, подучил всякое дерьмо, и уже понимаю, какого хрена, но не перестаю восхищаться, тем не менее. Но, говорит, понимаю, что, в принципе, когда ты понимаешь, так скажем, парадигмы языков программирования, ты уже можешь на любом языке писать. Тебе как бы, если ты знаешь основы, foundation, так скажем, вот, то тебе любой язык программирования дастся, просто потому что ты знаешь основы, так скажем. И он говорит, почему, говорит, это круто, в чем плюсы знания всех языков программирования? Плюсы в том, что, во-первых, ты не стоишь на месте. Каждый день появляются новые языки программирования, и если тебе нужно будет что-то сделать новое, что-то как бы посмотреть в завтрашний день, то ты всегда сможешь это сделать. Ты можешь, зная основы, так скажем, программирования на C++, ты сможешь go освоить быстро. Вот. Или там... Или, не дай бог, Rust или Swift. Не дай бог, Rust или Swift. Вот. Ты не стоишь на месте, во-первых. Просто развиваешься, башкой думаешь. Вот. И он говорит, как сделать так, чтобы знать все языки программирования? Шаг номер ноль. Перестань называть себя программистом на Rails. Или программистом на... Подставь свой язык. Просто ты должен себя называть специалистом, так скажем, просто программистом. Не обязательно себе говорить, а я, знаешь, я программист JavaScript. И все-таки сразу, то есть, вот, все. Дальше ты уже не можешь. То есть, все. Вот PHP не можешь, да, уже? То есть, все. Вот. Программист на JavaScript. Нельзя себя клеймить, как бы. Ты должен просто понимать, что ты просто специалист по программированию. Это первое. Следует за тем, что не просто понимать, осознавать, но еще и не чураться других языков. Знаешь, вот когда мне пришлось на моей актуальной работе работать со старыми языками программирования, ДОСовскими. Так. Я в полной мере осознал, почему меня мой нынешний начальник, когда просто представлял, он не говорил там, Александр, веб-программист, там, туда-сюда. Он просто говорит, Шура, программист. Так. И я себя ощутил тем самым Шурой, программистом, когда я компилировал клиперные коды, и у меня это получалось, и я прям ликовал. Юра, музыкант. Не так, конечно, да, как чувак, который на баг пофиксил на Комодоре. Тот-то, наверное, прям еще неделю павлином ходил, именно павлином. Или петухом. О, не. Шаг номер, это нулевой шаг, то есть осознай себя человеком-специалистом. Шаг номер один. Здесь все с нуля начинается, как у настоящих программистов. Так. Шаг номер один. Перейдите на мета-уровень, и это не тот мета-уровень, который мы говорим с тобой, мета-программисты. Да, мы говорили обычно в плохом смысле, а здесь наоборот, в над-уровень, над мозгом надо стать, я так понимаю. Да, и здесь именно он приводит пример чуваков по физике. То есть вот есть чуваки, мы знаем, есть физика практического уровня, есть теоретики, физики-теоретики, вот эта теоретическая физика, которая занимается там Шелдон в сериале «Теория большого взрыва». Вот. Здесь теоретические физики это супер-профессионалы, чуваки, которые в голове могут представить, как атомы будут соединяться, так скажем, или разъединяться, да. И вот типа практически физик говорит, типа, чуваки, а как вы вот вообще в башке представляете 11 измерений, например? Вот. А видимо, в физике на самом деле 11 измерений. Да. Я тут не знал, мужики-то не знали. Теоретик-физик легко отвечает, да говорит, это изи. Я, говорит, просто представляю себе N измерений и говорю, что эти N это 11. Легко. Ну. И вот так же вы с языками программирования, вы уже в голове понимаете парадигмы, вот эти догмы, так скажем, программирования. И когда вам говорят, чувак, а чё там на гол? И ты говоришь, а на гол то-то и то-то, просто потому что ты знаешь все ифы, зены, элсы, сортировку пузырьком и так далее, и так далее. Ты их знаешь. Зены королевы войн? Да. Вот. Поэтому вам не составит труда, если ты просто в башке понимаешь, как программирование устроено. Да, что такое статические языки, типизируемые, интерпретируемые, динамические, и так далее. Как это отличается, что такое сборка мусора, то они не составят тебе труда. Ну что такое сборка мусора, если ты знаешь, ты можешь программистом и не работать, собственно. Да. Здесь, кстати, вот какая-то книга дракона. Книга, ну да, книга дракона, которая, здесь он просто советует в этой статье, какие книги тебе изучить, чтобы не обосраться. И вы можете опять же посмотреть здесь ссылочки, между прочим. Шаг номер два. Начни с первоисточников. И здесь также есть ссылки, с чего начать. Просто те самые основы, фундамент ваших изучений, которые поможут вам не просто говорить, я программист на JavaScript, я программист на Rails, а говорить просто, что я суперспециалист, я все знаю, скажи мне язык, я на нем буду программировать. Шаг номер три. Практикуйтесь. Обязательно, обязательно. В том числе здесь опять же есть книги, например, Hyper Polyglot книга есть, или Learn X in Y Minutes. Тоже практиковаться обязательно нужно и в том числе на разных языках пописывать. То есть, грубо говоря, здесь написано, что не просто на работе, тебе на работе никто не будет давать, знаешь, разноплановые такие задачи. Да, там тебе нужно быть максимально продуктивным в конкретной сфере, потому что нужно решить бизнес-процесс. Да, а здесь конкретно на энтузиазме сесть и попробовать Go, или попробовать какую-то новую JavaScript-овую тему, вот. Это ты должен делать, если ты хочешь знать много языков программирования, быть так скажемым. Если ты хочешь себя, да, называть программист. Продолжать и копать последний пункт. Ну, это о том же самом, что просто продолжать изучать все новые темы, знать их, Это трудности перевода, здесь continue digging, а digging, это значит, ну, блин, прикольно нравится. Углубляться, да, внутрь как бы. Не, не обязательно, это же просто вот, ну, на Reddit ты должен увидеть, I'm totally digging it, просто, что, типа, блин, круто, прикольно. И вот здесь продолжайте, типа, смотреть, что в мире выходит и говорить прикольно. Что прикольного. Да, да. Вообще, я хотел тебе, знаешь, что сказать? Я сегодня об этом же задумался. Ну-ка. Я шел из столовки на конце троллейбусного депо, после того, как съел там кусок свинины с рисом, это важно. Я подумал, что я вот смотрю на сурсы программ для майнинга, а они C++-ные. Опа. И мне... А что это ты, ну ладно, да. Мне друг рассказывал, просто попросил посмотреть, я посмотрел. Угу. Вот. И друг-то и говорит, что в большинстве майнеров, которые уже скомпилированы в экзешниках, встроено дерьмо, которое 2% отдает тому, кто скомпилировал эти экзешники. Да. Но. Но. Если ты просто программист и способен надавить себе на письку и разобраться в C++, то можешь взять сурсы на гитхабе, в которых еще этого нет, скомпилировать самому через Visual Studio, через любое другое дерьмо, через там Sijwin, который линуксовая хреновина для компиляции ставится на винду. И избавиться от этой вот комиссии в 2% как минимум, ну и просто понять, что же это такое, супер-куда программирование и майнинг. Отлично. Это прям вот, я сегодня вот об этом же шел, задумался, а инфопульс Украина об этом чуть раньше задумались, чем я. Но они держат руку на пульсе, потому что они инфопульс все-таки. Да, согласен. Так, дальше. У нас Spock, son of Saric, уже упомянутый, говорит нам спасибо за подкасты, пожалуйста. Вот вам пара темок. Первое, это о том, как внедрять новые технологии в верстку, соблюдая преемственность старых браузеров, например, про CSS Grid. Можно применить к любым новым фишкам. Открываю. Пожалуйста. Продолжение темы того же автора уже оригинал прямо с 2002-го. Собственно, есть ссылка в первой статье, есть ссылка на вторую. Этот автор похоже какой-то чертов гений. Не удивлен, что она до сих пор продвигает новые революционные технологии. Да, это дама. Зовут ее Рэйчел Эндрю, по-моему. Сейчас я точно скажу. Это важно. Вдруг вы... Да, Рэйчел Эндрю. Но она уже в годах, действительно, потому что она еще в 2002-м писала статьи про веб и действительно крутые. Она говорит нам о том, что есть такая вещь, как CSS Grid Layout. Все мы об этом знаем. И она пытается ответить, пора ли их использовать или же еще нет. И здесь она говорит, вы задайте себе вопрос. Так. Почему вдруг все сайты, сайты должны выглядеть во всех браузерах одинаково? Вот кто придумал, что вот у вас в суперновом хроме, и в старом Е9 сайт должен выглядеть одинаково? Ваш заказчик тупорылый? Ну тогда хреново быть вами. Это она так и говорит. Это... Здесь есть прям интересная формулировка. Это не ваша вина, но это ваши проблемы. Угу. То есть deal with it. Deal with it. Да. И она говорит, что вот если так уже надо, то есть, конечно, полифилы и так далее, но, скорее всего, вы вынуждены будете умышленно не использовать крутые технологии, потому что вам будет их очень сложно воспроизвести в старых браузерах. И если есть нужда маленькая или большая, чтобы сайты выглядели одинаково во всех браузерах, то хреново быть вами, вам придется делать старое говно. Но, но, мы, говорит, умнее, мы должны пробовать все новые технологии, не просто, чтобы их пробовать, как в предыдущей статье, пробуйте всякое, хотя и для этого тоже, а для того, чтобы мы могли нашим заказчикам объяснить, что, вот, слушай, чувак, вот базовая версия у тебя выглядит вот так, в девятом ИЕ, без анимации, без нихрена, просто hero image и bbitch, и все. А вот, если будут заходить уже не с ИЕ9, а с edge, например, в edge уже тоже гриды добавлены под флагом в последней версии, то есть, уже можно зайти в настройки, включить гриды, и они уже будут, еще чуть-чуть и будут у всех. Так вот, если заходят с новых, современных браузеров, то пусть будет вот так вот, прикольно. И вот нужно рассказывать своим заказчикам, что не обязаны сайты выглядеть одинаково, пусть если заходят со старых браузеров, будет простенькая версия. И здесь мы напрямую сталкиваемся, допустим, мы убедили в этом наших заказчиков, здесь мы сталкиваемся с тем, что, а как же так вот написать, чтобы не писать двойную работу? Ну и она говорит о практических тонкостях, что мы можем использовать блок addSupports, это через собачку. Почему? Потому что, ну типа, как это работает, addSupport, в скобочках какое свойство, например, grid, и пишем тогда grid такой, тут, 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 читается так, если браузер поддерживает это свойство, то применяйте такие-то правила к такому-то классу. Нету такого браузера, который поддерживает grid, но не поддерживает supports. Поэтому, если какой-то браузер на это натыкается, и он не саппортит даже supports, то grid он точно не саппортит, и он просто это пропускает, для него есть fallback, типа там просто стандартная ширина контейнера, флоты какие-то там и так далее. А если поддерживает, то уже grid-овая хреновина, она чуть-чуть переписывает флоты, ну не чуть-чуть, до хрена, но тем не менее. И все уже сразу автоматически красиво и здорово. Вот об этом статья. А дальше она говорит о том, что я еще же в 2002 вам, дуракам, писала о том, что раньше люди боялись... И к чему она говорит-то? К тому, что не надо бояться гридов. Идите, берите и используйте. И просто не пытайтесь сделать, чтобы сайт у вас везде одинаково выглядел, и поэтому используйте флоты. А используйте гриды. Пусть он работает с гридами в современных браузерах, а в старых беспонтово все выглядит, но это не повод из-за этого не использовать новые технологии. Вот такой у нее посыл. И в 2002 она еще об этом писала в контексте того, что тогда еще только пошел CSS. Ну и как бы все думали, нахрена его учить, все равно он там нигде не поддерживается, туда-сюда. И она говорит, ведь именно мы, кто его учили и пытались внедрять уже на топовых браузерах, а тогда, говорит, топовым браузером был Netscape 4, я, говорит, тогда еще занималась этим, когда у Netscape и E было 50 на 50 на рынке. Поэтому, говорит, вот я уже так, ну здесь реально, здесь статья 2002 года, 1 апреля почему, 2002 года, она, возможно, шутила тогда, а сейчас такая, блин, нихрена я, шутканула-то, накрыла меня тогда, а оно оказалось, вон оно как, так и есть. Она уже тогда говорит, что вот на карманном компьютере-то не должно выглядеть так же, как на 21-дюймовом мониторе. И пусть это будут разные сайты, но это не повод новые технологии умышленно не использовать. Вот так, оказывается, Рэйчел Эндрю как в воду глядела. Да. Смотрела в завтрашний день. Да, интересно, Spock Son of Saric, откуда это, ну хотя на хабре, там и встретил, там же перешел на ссылку, все, я его просчитал, просто на раз. Может быть, он и жену там встретил себя? Все, может быть, да. Последняя тема из разработ... Нет, это уже все. Это последняя была. Тэ-тэ-тэ-тэ-тэ. У нас сейчас, знаешь что? Научпоп начинается. Научпоп. Две темочки. Две темочки. Когнитивные искажения, кстати, там обосраться или нет? Ну, я не обосрусь, я нормально. Да, ну ладно, тогда MyWebDesign прокомментировал. Хабар-хабар. Точно зайдет, говорит, Саньку. Сейчас посмотрим. Давай, Никита, удиви меня. Я сам не читал, поэтому скажи. Легко. Сам не читал, но решительно согласен. Тема про великого архитектора Антонио Гауди, если вы знаете такого... Суперкрутого архитектора. Реально. Должна здесь быть шутка. В честь ли вы назвали сыр, но не буду. Да. Она названа так на хабре. Про Гауди. Разработчика из 19 века, добившегося всего, чего может добиться разработчик. И вся тема здесь о том, что Гауди, он как разработчик программирует. Как программист. Вот реально. То есть может в случае чего майнер расковырять и посмотреть что-то. Сразу здесь приведен пример той самой хреновины, которую мы с тобой рассматривали. Двух железочек. Здесь автор, конечно, считает, что Гауди сделал бы правую штуку, штуковину. Она бы там занимала у него там... Она просто визуально похожа на то, что сделал Гауди. Да. Короче говоря, Гауди, он что делал? Он еще в то время, когда никто такого не делал, он придумал суперкрутые штуки для того, чтобы сделать здание свои. Например... Почти по Гигеру. Да. Он придумал вот, например, вот такую вот штуку из грузиков. Это как бы перевернутое здание, по сути. То есть он придумал, что если мы будем как-то грузики переставлять, да, условно, то вот этот вот баланс из ниточек будет меняться, так скажем. И он рассчитывал при помощи этих грузиков, как нужно строить, собственно, здание. Как оно будет... Вверх, чтобы оно не покачнулось, что ли? Я просто пытаюсь понять, для чего именно так-то. Да, по сути, чтобы... Ну, интуитивно, понятно для него как бы, он без... Никакой мат-модели не было тогда, естественно, никакого моделирования не было. Нельзя было смоделировать, как будет здание стоять, да, криволинейное вот это его, как он любит. Не просто прямолинейное, знаешь, здание блоками, которые... А, ну да, да, масса, чтобы не покачнулось, кроме шуток. Да, чтобы вот именно... И он высчитывал при помощи вот этих грузиков. Какие-то снимал, переправлял, там, в общем, прям придумал вот такую модель для себя. И она, собственно, работала и все еще есть вот в музее, я так понимаю, в его. Можно заценить. А строил он здания, как мы знаем, вот такие, которые... Я даже не знаю, как это назвать, но в его стиле. То есть это неоготика какая-то. Здесь она есть. Есть у него определенный стиль, то есть архитектор... Его здание описывает, как бионические дома. Бионикл. Ну, реально, да. Почему они бионические? Он очень сильно, так скажем, полагался на природу. То есть он смотрел, как выглядит в природе это все. То есть как какие-нибудь там условные муравьи строят себе муравейник, да, там, или как на цветке там держится какая-нибудь там, опять же, ну, на цветке держится там, не знаю, пыльца. Я хрен знает. Короче, он наблюдал за природой, и он понимал, что природа – это основной вот источник вдохновления. Как там располагается, ты круче не сделаешь. Все, природа, законы физики, они вот, они здесь. Он наблюдал за этим, и поэтому бионическое. То есть он полил. Он понимал, что у природы тоже нет моделей, как-то справляется. Да, как-то справляется. Поэтому он, собственно, все из этого, и опять же, он пишет, материал диктует вам форму здания. То есть из чего ты строишь конкретно, вот там в Барсе, в Барселоне, что ты строишь, из чего, из какого дерьма ты строишь, на этой основе ты и должен делать. То есть раньше не было вот этих вот перекрытий каких-то определенных, которые сейчас есть в... Бетонных. Да, да, в наших домах. То есть раньше все было вот вот эти вот носные колонны, которые есть. Все стояло на этих колоннах, и крыша пойдет. И внутри колонны даже. Да, да, все вот на этих колоннах. Да, да. Вот, и поэтому из какого материала ты делаешь, зависело очень сильно. И тут, кстати, есть до хрена фотографии, опять же. Кстати говоря, здесь вот есть фотография шишек, видимо, которые он курил, чтобы придумывать свои замечательные архитектурные изыски. Вот. Есть, например, фотография арки чердака дома Мила, которая как яйцо некое из кирпича, кстати, сделана. Все было такое суперэргономическое. Я даже вот не знаю, как это просто словами не описать, если честно, как он это придумал. И, кстати говоря, можно это сравнить с гигеровскими вот этими хреновинами. Оно все такое с изгибами, так сказать. То есть здесь нет каких-то прямых линий, здесь все какое-то такое прям эргономическое, вот реально, вот реально эргономическое. Ну вот, а он вот высчитывал, что так нагрузка лучше держится, и вот в самом деле здесь такие массивные двери. Мне кажется, если бы они просто квадратом были, они бы с петель слетели нахрен просто и все как бы на ногу. Да, согласен. Было бы как в фильме этот Василий Лебобавич «Нехороший человек мне дверь на ногу сбросил падла». А тут то же самое, потому что такая дверь просто досвидос. В том числе в этой статье очень восхваляются менеджерские способности самого Гауди. Здесь пишется просто, как он организовал стройку, как он, ну естественно, он как архитектор главный переживал за свои построения, вот эти вот, за свои здания будущие. В Барселоне собор все еще не достроили. Он, возможно, руководит откуда-то оттуда. Да. Нельзя, конечно, но да. Вот, но тем не менее, вот можете заценить, как выглядел, типа, это, вы не понимаете, что это за хрена, это дымоход. Тебе должно быть страшно, броячеистая структура. Ну да, есть определенные у меня опасения, да? Опасения при виде. Это, тем не менее, дымоход, который работает, работает. И в том числе здесь восхваляются не только его менеджерские способности, но еще, ну просто, короче, чувак был разносторонний. А, краудсорсинг. Он первый, первый придумал этот опыт краудсорсинга, ему нужно было собрать, так скажем, баблищи, по-моему, или что там, если честно. Не было ни бюджета, ни людей, ни понимания, как сделать все красиво. Гауди предложил следующее. Каждый рабочий берет битую керамику и выкладывает свой собственный узор, который кажется ему наиболее интересным на своем участке. Рабочие с огромным энтузиазмом взялись за это дело. Архитектор впервые позволил сделать что-то свое, без надзора. И это был очень крутой след каждого на шумевшем проекте. В результате почти бесплатно и очень быстро был получен крутейший результат. как бы научными словами описывает нам автор. Заэксплуатировал он их прям по-конкретному. Волонтерство он придумал. Короче, гений. Гений на самом деле. Не, просто я тут... Черт, а я хотел сказать тоже, что он гений, но ты сорвал меня это с языка. Просто гений, господа. Хочется прям плюсануть, но у меня нету никакой кармы здесь. Я вообще срок голосования не стек. Старая тема просто. Окей. Интересно, интересно, здорово. И, наверное, вживую потрясает воображение. Я не был в Барселоне. Не могу сказать. Но ты можешь у родителей спросить. Могу, да, они были. Но что-то они мне про Дали в основном рассказывали. Про еще одного гения. Ну, тоже гений. Как бы там все гении. Фронтендер нам не такой гений, как Сальвадор Дали и Антонио Гауди. Но, я думаю, приближается к ним. Он нам предложил темы про иллюзии мозга, когнитивные искажения и так далее. Ну-ка. Есть здесь несколько ссылок. Три. Я сейчас вам их продемонстрирую. Остановлюсь только на третий, потому что там, так сказать, выжимка. Первое. Иллюзии мозга когнитивные искажения из-за переизбытка информации. Что же это такое? Это статья о том, что такое, ну, короче, когнитивные искажения, когда наш мозг сам себя обманывает. Зачем ты сам себя бьешь? Для чего он это делает? Чтобы сэкономить энергию. Если над каждой хреновиной задумываться, мы вспухнем. Поэтому мозг очень часто делает всякие приблизительные вычисления. Ну, короче, тут, скорее всего, будет вот так. Ой, да ты сейчас на меня начнешь там орать там или что-то еще. Он это делает, исходя из каких-либо... Ну, есть много, так сказать, закономерностей, по которым он это делает. И вот именно эти когнитивные искажения и присущи всем людям вообще. Ну, вот здесь есть микропримеры. Мы замечаем вещи, которые уже укрепились в памяти или часто повторяются. То есть, вот многократное повторение лжи там и так далее. Если бы нам 10 тысяч раз повторят, что Земля плоская, ну, наверное, мы в нее такие поверим, в эту хреновину. Особенно, если прям все вокруг нам будут это доказывать. Согласен. С поразительной, так сказать, настойчивостью. Люди склонны замечать, запоминают скорее особенные, причудливые, смешные образы, чем непричудливые или несмешные. Поэтому всегда пытаются привлечь внимание и хайпануть какой-нибудь жестью, хреновиной и так далее. Здесь дальше будет о том, что негатив всегда воспринимается более ярко, чем позитив, к сожалению. Люди склонны замечать изменения, но не так объективно. Вот что-то изменилось, и ты сразу придумал, а, значит, изменилось, вот теперь все по-новому. Но лучше действительно не только одно изменение, дельту посмотреть, а посмотреть вся система после изменений, как стала работать. Вдруг изменение было отрицательное, но в целом стало охренеть как круто. Да. То есть это к вопросу запрете анонимайзеров. Вдруг в целом все стало круто. Людей притягивает информация, которая подтверждает их убеждения. Это очевидно. Если ты в чем-то уверен, и ты находишь статью, подтверждающую твою уверенность, ты прям сразу ее, она тебе нравится по сравнению с статьей, которая пытается что-то опровергнуть. Я думаю, не нужно никому об этом говорить. Люди склонны лучше замечать ошибки у других, чем у себя. Это логично. Это в глазу, в своем глазу бревна не видишь, а в чужом видишь соринку. Там только наоборот как-то было очень складно и здорово. Следующая статья. Почему умного человека легче обмануть на бытовом уровне? Ну-ка. Здесь просто говорится о том, что умные люди они зазнаются, они такие я-то знаю про когнитивные искажения, я-то на них не попадусь. И кто так думает, только еще больше на них попадается. Лох. Вот я не буду даже как-то дальше. И в памятке здесь на медиуме статья я ей поставил лайк здесь, потому что она действительно крутая. Здесь чувак, видимо, вот этот Алексей Ежников, он перевел Бастера Бенсона, который проанализировал все когнитивные искажения, там 175 штук типа известных, ну, очевидно, что это не все, одни там, их много разных бывает. Он их здесь все собрал воедино, как-то классифицировал, вы можете просто посмотреть, здесь куча ссылок, все это расписано, все переведено, прям охренеть. Статья на медиуме, это ваше все, в целом мы осветили, потому что вот, ну, долго сейчас сидеть на когнитивных искажениях, они у нас у самих сейчас начнутся. Согласен, у меня уже начались, и знаешь что, знаешь что, у нас темы слушателей, кстати говоря, темы слушателей сегодня халява. Три вопросика, ну, просто потому, почему халява, потому что половина тем слушателей у нас перешла на следующий подкаст. Первое, мне только спросить, мне только спросить первая тема, и говорит это, раз, говорит, у меня, говорит, не тема, вопрос, часто обсуждаете, рекомендуете роскошные материалы по UI и UX, благодаря вам мы даже знаем, в чем между ними разница, а знаете ли такой источник, в который знания про UI собраны воедино, в интернете много подборок, но сложно выбрать что-то одно без мнения с ведущих людей, говорит он, хочется такую, говорит, книгу, дал ее коллеге почитать, и все, и оба, и все, и круто, все знаем, классно, вот, есть ли у нас, или кто-то может быть из уважаемых подписчиков и слушателей подкаста, тоже знает ответ, пишите, будет полезно, никто ему, кстати, не ответил, Максимусу, я отвечу, udesign.ru slash box, там есть и про UX, опа, и про UI, одна какая-то книжка, так, и вообще, много всякого интересного, посмотри там, и вообще, этот список постоянно обновляется, ты помонитаривай, помониторивай его изредка, и все будет хорошо, помонитаривай, вот, это, вот, да, я нашел, understanding industrial design, на третьей странице этой подборки, то есть, про UI тоже там есть, окей, understandable, have a nice day, следующее, нам, собственно, nbarinov, то есть, Никита Баринов, насколько я помню, прокомментировал, здорово, пацаны, спасибо вам за ваше творчество, Сань, ты вроде как организовал митап по ВП, расскажи, как это организовывает свой момент, и вот это все. Организовывал не я, организовывал Дмитрий Майоров, который, волею случая, был в Челябинске, ну, как бы он из Челябинска, поэтому он здесь бывает, он же организатор нынешнего World Cup 2017 и прошлого World Cup 2016, который в Москве. Кстати, всех приглашает туда. Да, он всех приглашает туда, кто заинтересовался, посмотрите, поэтому я не знаю, какие организационные моменты, ну, короче, снять помещение, прийти договориться, всех позвать, везде репостнуть, все, вот, и получается то, что вы видите на видео, то есть не очень. Но вообще, Диме большое спасибо, такие ивенты нужны, важны, и как бы тот факт, что мы хреново организовали запись, ну, скажите спасибо, что вообще организовали. Согласен. И так было достаточно тяжело. И последняя тема на сегодняшний день, это украли сердце, пишет Тони Здор, говорит нам, так, слушая последний подкаст, осознал одну штуку, несмотря на все жопы, на говно, насрать, подкаст супер познавательный, мне так-то насрать на жопы, и смотрю вас уже давно, но вот вчера, прям пришло осознание, что я нигде такую инфу больше не найду, всю в одном месте, интересно и весело, короче, вы украли мое сердечко, сегодня без штрафов, но в следующий раз, будьте внимательны. Ставь лайк, если мы и твое сердечко тоже украли, как у Тони Здора. Да. А мы будем уходить в обойку. Спасибо, спасибо. Нам всегда приятно слышать какие-то слова похвалы. Уходя в обойку, хочется, собственно, увидеть, что здесь у нас некий закат. Так. И тут, я думаю, будет являться, мы будем являться чем-то светящимся, наверное. Конечно, естественно. Объект, звездочка наша родная, это наш подкаст. Каждый день, каждую неделю мы заходим за горизонт, чтобы на следующей неделе опять взойти на эти коротенькие два с половиной часа, там два, сколько у нас получается, посвятить на вас свежими темками веб-дизайна, веб-разработки и вообще новостями мира IT. Вы с помощью фотосинтеза ловите наш ультрафиолет и можете дальше всю эту недельку протянуть как-то чуть-чуть. Но кто-то уже в перегной превратился, я думаю. Кто-то в гумус прям согласен с тобой. Подписывайтесь на нас в соцсетях ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюсе, в Телеграм-канал тоже вступайте туда как в говно. На Ютьюбе ставьте лайки, пишите комментарии, в Айтюдесе ставьте звездочки, пишите отзывы. С вами был Никита Тарасов и Александр Гончаров. Удачи, увидимся через две недели. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok